здравствуйте сейчас вы смотрите на PCM процессор нет эта штука не имеет ничего общего с какими-то процессорами цифровой обработки звука или эффекторами это такая интересная штука которая объединяет себе аналоговый звук цифровой звук и аналоговое видео все в такой вот небольшой коробочке глубина ее с учетом ручек где-то 28 29 сантиметров ширина без учета выступающие крепления для ремня 26 сантиметров а высота всего 7 сантиметров я про эту штуку в принципе уже в одном из видео говорю правда это было в рамках одной большой длинной распаковки всяческой японодичи собственно видео 36 килограмм гипонодичи ссылку на него видите в углу и в описании под этим видео там я в том числе рассказывал что я такое зачем это такое даже показывал как она работает и она в принципе работает до сих пор если кто это видео не видел не хочет смотреть то видео то поясню что же это такое чем мы в этом видео будем заниматься вообще запись цифрового звука стала известна еще где-то с 60-х годов ровно с тех самых пор как появились носители и устройства способны обеспечить довольно большую полосу пропускания которая была необходима для цифрового звука этим устройством стали видеомагнитофоны на тот момент в основном это были профессиональные большие телевещательные машины соответствии с ними были и пи 7 процессор они были большие ящикообразные и были набиты кучей микросхем поскольку тогда не было высокоинтегрированной логики ушло это все много весело килотонны и разрядность была небольшая там 8 бит 10 бит и в лучший случай к 12 бит но постепенно за 70-е годы видео магнитофоны уменьшались в размерах также уменьшались в размерах и писем процессоры и обрастали новыми фичами битами и прочим функционалом и вот к началу 80-х такие собрались люди и установили новый стандарт который должен был выйти на бытовом рынке то есть если ранее цифровая запись звука была только для студии это стоило дорого это было тяжело и громоздко то вот в начале восьмидесятых это должно было стать бытовой технологией чтобы каждый дом мог иметь возможность воспроизводить и главное записывать цифровой звук в целом связка оставалось все той же самой то есть PCM процессор это вот такая вот интересная коробочка или коробочка побольше размерами которая позволяла использовать уже имевшийся у большинства тогда видео магнитофон как носитель для цифрового звука конкретно вот эта железяка вышла по моему где-то в восемьдесят третьем году а сам стандарт вот такого формата PCM это у нас STC007 насколько я помню 14 битная запись частота дискретизации 44 килогерца появился в восемьдесят первом году за год до того как появился аудио сиди известный всем компакт диск для записи собственно все того же PCM примерно в тех же форматах только не 44 056 килогерца часто дискретизация 44 100 и все-таки 16 бит вместо 14 бит хотя большинство разницу никогда не услышит у меня тут есть вот такой интересный журнальчик привезенный оттуда же откуда этот PCM процессор стереотехника 83 года и да на обложке кстати тоже PCM процессор только от Sony это топовый в линейке PCM 701 но у меня в принципе тоже тут неподалеку имеется там внутри в общем-то у дефиле во все края на меднение шасси и разделение аналога цифры в общем все прекрасно и в общем если этот журнальчик немножко полистать то можно найти интересные картиночки PCX1 если пролистать это на другую страничку то тут можно почитать про это целый абзац про то что это за штука такая что это коробочка которая связывается с вашим видеомагитофоном например VHS на которой она может там аж 8 часов записать питается как от сети так от постоянного аккумулятора или даже в автомобиле в общем все классно немножечко характеристик в общем немножечко про него и тут есть еще небольшая вещь это то сколько эта вещь стоила вернее как не совсем это но что-то близкое к нему здесь отдельно есть рубрика PCM процессор допустим и здесь две есть модели от техникса sv100 новинка и собственно sony PCM 701 ES это как раз то что есть на обложке и ценники на них соответствующие дескать и так понимаю со скидкой ну в общем 148 тысяч йен и 168 тысяч йен ради интереса просто вот можете посмотреть вот сюда вы если в курсе сколько сейчас стоит так называемые сейчас винтажные открыто-катушечные бобинные магнитофоны вот например акаи gx77 teak x1000 или акаи 747 в том числе dbx стоят они 77 128 тысяч йен x1000 стоит порядка 200 тысяч йен и 747 234 тысячи йены то есть одна коробочка PCM процессора стоила плюс-минус как один большой тяжелый высокого класса бобинный магнитофон примерно столько же сколько PCM стоили и ПКД первого поколения которые 83 уже собственно появились slp10 от техникса sony cdp10 в общем то новинки 168 тысяч йен и 198 тысяч йен в общем порядок цен примерно такой же то есть штука была мягко говоря не дешевая но это вот 83 году эта штука уже была какой конкретный год изготовления моей коробочки я пока не знаю японцев не принято где-либо указывать дату снаружи она даже в серийнике обычно не зашифрована поэтому можно будет его знать только заглянув внутрь сам аппарат я еще никак не трогал то есть вот как я его распаковал так он до сих пор работает я его еще не разбирал него здесь сбоку есть вот такой вот набор разъемов опять же поясню что эта штука работает одновременно с видео аналоговым из аудио аналоговым которое она представляет в цифровом 14 бит на формате и пишет его виде видеокартинки поэтому у нас тут кроме средств для работы с микрофоном а именно фильтр низких частот и аттенюации на 20 децибел соответствующие есть разъемы скажем так относительно аудиофильные позолоченные аналоговые аудио разъемы то есть это у нас линейный уровень соответственно вход левый правый и выход левый правый потому что этот процессор работает как на запись так и на воспроизведение далее идут видео коннекторы они уже не у дефильские не золоченые соответственно видео вход и выход этот подключается к видаку отдельность разъем copy out например для дублирования записи на другой аппарат подстройка уровня ручная чтобы если там какие-то проблемы с видеосигналом можно было подстроиться но есть среднее фиксированное положение но и также вещи типа подключение там мониторов и тюнера для связи с видаком то есть чтобы не надо было видок постоянно перетыкать туда создать через писем процессор это все подключается тут еще есть переключатель вот такой сбоку есть крепление под ремень с одной стороны и с другой стороны потому что эта штука предназначалась в том числе для портативной работы это один из немногих писем процессоров которые позволяли писать и воспроизводить цифровое аудио на ходу на секундочку 80 там первый второй третий год у вас другого варианта воспроизвести цифру на ходу просто не существует компакт диск вышел только 82 и относительно широко на рынках был представлен 83 на популярность как таковую получил намного позже а эта штука умела в отличие от компакт диска не только воспроизводить цифровое аудио с готовых заводских дисков но и писать аудио самому здесь есть место под 12 вольтовый свинцовый тогда еще аккумулятор и вход отдельно под внешний сетевой блок питания ну а сзади в принципе ничего кроме серийного номера и модели нету написано только что на 10 12 вольт сзади еще есть вот такие ножки просто потому что это портативный девайс и он умеет делать вот так то есть его предполагается ставить задом на землю например и все разъемы вся коммутация на сверху и сбоку вес для писем процессора у этой штуки относительно небольшой всего лишь три килограмма хотя в инструкции заявлен два с половиной рады еще полтора килограмма весит сетевой блок питания но условно на ходу он не нужен мы работаем от аккумулятора так что да это относительно легкая в кавычках вещь на ту пору потому что стационарный писем процессор обычно весили 5 7 8 килограмм эта штука почти в два раза меньше но мы сегодня тут все равно полезем посмотрим что внутри и попытаемся еще кое-что с этой штукой сделать отменил он там что-то полтыхается это нехорошо что мы будем в этом видео с этой штукой делать во первых во время съемки распаковок этой штуки в том числе я естественно спалил ему видео выход просто потому что я подключал через одолженный у виседи который собственно можно сказать не подсадил на все это писем тему авто трансформатор авто трансформатор дает потенциал на скажем так заземленных частях аппарата а комп у меня заземленный условно в розетку соответственно там другой потенциал земли ну а тюльпана это такая абсолютно мерзкая вещь у которой сначала соединяется сигнальный проводник а потом заземляющий общий те кто придумал тюльпан надо бы ему по рукам надавать и не знаю что с ним еще сделать такого плохого кто с первым сначала соединяет сигнал не один адекватный инженер такого не придумает но здесь придумали естественно из-за большой разницы потенциалов к тому же с переменкой когда я на горячую перетекал так я очень торопился съемки шли где-то типа в три часа ночи на следующий день она был ехать отвозить железяку потом еще видак мне подкидывал приколов я короче был на нервах я хотел спать поэтому уже не заботился о том что сначала выключить питание обесточить потом коммутировать уже просто на ходу ткнул и получил соответственно видео ауте отсутствие сигнала к счастью в этом аппарате видео аут и копии а вот по сути запараллельны на один и тот же сигнал но через разные каскады на транзисторах я вот потом уже по схеме посмотрел поэтому я все-таки это немножечко успокоился во время съемок выключил все что нужно было выключить скоммутировал на холодную в копии аут включил обратно и убедил что сигнал мне все-таки есть это снять видео я смогу но видео аут здесь по-прежнему пожженный и это надо починить плюс так как это видео техника в каком-то своем смысле то есть эта штука которая работает с видеомагнитофоном и пишет сигнал в композитном виде она привязана можно сказать прибиты гвоздями к видео стандартам соответствующими так как эта тема в основном была японская а в японии система цветности и общей передачи работы с видео ntc то естественно она не работает например спалсиком аппаратами у которых другое количество строк в кадре и другая частота этих самых кадров то есть если вот эту штуку попытаться спарить с каким-то имеющимся вот у нас скажем в россии дома видоком ничего не получится они друг друга не поймут у них view стандарт разный некоторые видеопроцессоры выпускались в европе и соответственно у них могла быть схема которая могла либо быть универсальной то есть иметь в себе поддержку интересии полсикам и иметь где-то там на борту переключатель для переключения системы цветности либо хотя бы на платах было заложено что вот аппарат может иметь либо такой вид либо сякой вид распаян какой-то один некоторые 7 процессор насколько я знаю вообще были строго забиты под ntc никак иначе вот этот конкретно писем процессор относится к второму типу то есть у него нету нигде переключения системы цветности конкретно у данного аппарата но по схеме в теории это переключение можно реализовать то есть если кое-что допаять там на платку в сервис мануале на схеме это все указано то эта штука может начать работать с пал сякам видоками что в принципе в нашем регионе полезно поэтому я хочу эту доработку или штучки сделать я уже по схеме наискал всех элементов поназаказывал гистические хитрости здесь есть нюансы не все детали можно просто взять и купить в магазине что-то например очень старая и редкая что-то редкое в принципе не потому что старая потому что например генератор на очень хитрую частоту здесь нужен такой в магазине не купишь просто так этим мы сегодня займемся починкой видеовыхода и попытками перевести этот аппарат из ntc впал а еще лучше сделать вот переключаем чтобы мог работать из той системы из другой в идеале в конце этого видео мы должны вот этот письмо процессор соединить вот с этим пал вхс видеомагнетофоном и она должно вместе заработать это у нас панасоник nv-180 очень интересный портативный опять же он работает от батарейка имеет крепление под ремень портативный причем полноразмерный вхс магнетофон здесь полноразмерная ставится кассета они компакт вхс который имеет очень продвинутый на свое время и даже на 20 лет после этого лендопротяжный механизм полный прямой привод никаких пасеков резиновых передающих роликов только прижимные ролика больше ничего шикарный аппарат и портативный то есть как бы вот у нас перед глазами hi-fi аудио стойка для цифровой записи воспроизведения звука образца 83 года потому что вот эти видаки где-то как раз в ту эпоху и начали производить так что писем где-то в районе 83 и видак 83 я уже знаю что конкретно вот этот мой видак он сделан в восемьдесят пятом году эта штука старше меня даже не говоря уж про бесед процессор в общем надо чтобы это работало вместе я еще таковые аппараты полностью не разбирал увесить один такой я немножечко заглядывал внутри уже плохо помню как он разбирается корпус у аппарата такой матовой краской покрашена по моему вот это у нас все-таки металл хотя на ощупь практически как пластик морда здесь полностью пластиковая станцию тогда любил пластиковые корпуса сбоку у нас никаких винтов нету есть только вот шурупы видимо которые крепят место под ремень сзади тоже ничего нету с этой стороны опять же крепление под ремень снизу что у нас есть так тут есть шесть винтиков здесь у нас тут у нас место установки батареи это видимо какая-то крышка для аварийного извлечения аккумулятора или что-то вроде того из зацепы пара винтиков отдельно крышка на здесь должен стоять аккумулятор то есть возможно это нам не нужно а вот вот эти вот четыре скорее всего да здесь как раз и ножки что за написано и по-японски но я японский не понимать поэтому будем снимать вот эту крышечку так давайте посмотрим что здесь есть так крышка движется ух да это признак японской аппаратуры высокого класса омеднение шасси да ну естественно это не полный медяха это сталь и кстати говоря но не просто медненное она еще и лакированная не знаю чего там такой здесь показать в общем я думаю видно насколько хорошо отражается отвертка то есть здесь еще и лак поверх чтобы это медь собственно не окислялась кажется я знаю что гремело внутри какая-то пластмасска отломанная лежит явно сюда должно было что-то вкручиваться так а еще я вижу здесь трещину на этом языке так но мне все-таки интересно а как же это дальше разобрать потому что ну снял я крышку я вижу идет кабель какое-то заземление чего-то на корпус есть пара шурупов которые по сейденности крепят переднюю панель еще что я еще вижу тут два маленьких винтика все они в каком-то очень странном месте то есть как что хочу должны сниматься я не вижу варианты как она может съехать назад как это обычно делается потому что там упирается пластик вперед она съехать тоже не может тоже здесь есть морда ладно откручиваем что видим откручиваем вот эти два винтика так она по моему можно вот так вытащить на наверно держит еще крепеж для меня он точно держал потому что здесь как раз отверстие она помедленное шасси входит вот так вот выглядит крепежкой для ремня причем по моему да сама вот эту торчащую частью в принципе можно отвернуть и убрать на хранение чтоб не торчало если ремень не нужен это у нас алюминий фрезерованный так и все же так это у нас может гнуться это у нас по идее вся крышка давайте попробуем ее отогнуть она отгибается но скорее всего и здесь держит еще вот эта часть на другой стороне такой же крепеж и по моему внутри что-то продолжает пересыпаться то есть вот этого пластикового кусочка было мало там что-то еще отвалилось при этом аппарат работает то есть что-то отвалилось видеовыход уже я пожег но при этом он все равно работает ничего такая штучка уже даже куда-то что-то пытается так цепить ух красотища то какая секунд вот эти корпусные панели действительно металлические и они действительно алюминиевые они очень легкие хотя толстые это явно не сталь то же самое касается верхней крышки но тоже явно не сталь хотя металл толстый корпус здесь алюминиевый ох уж это эклектика японского хай фая аудиофилия и прессеранзы золото керамика и не отмытый флюс ориентация на малый вес и куча меди и кранирование всего и вся и импульсные источники питания в общем перед вами вот внутрянка этого чудо японского хай фая попытался взять план повыше чтобы вам можно было что-то показать что здесь видно это то что вот это вот все остальное шасси на секундочку это все стали проверил магнитиком она все магнитится но одно все сначала омедненное потом еще и лакированное чтобы не гнило плюс видно что она двухэтажная то чтобы здесь есть дно и видно что плата вот здесь прикручен там тоже есть но и здесь скорее всего тоже потому что там с той стороны должен быть аккумулятор то есть устройство грубо говоря с двух этажей состоит и мы видим только половинку потому что с другой стороны скорее все тоже есть платы и потому что я здесь вижу здесь явно не все я здесь вижу блок питания вот эта плата сзади это собственно блок питания почти весь блок питания скажем так что странно здесь оказался отключенный один разъем как бы это не я его отключал но вот это уходит куда-то туда под плату и насколько я смог увидеть это собственно уходит на клеммы аккумуляторы которые должен вставляться то есть по сути здесь почему-то кем-то был отключен аккумулятор уж не знаю зачем почему учитывая что аккумулятор в комплекте все равно не было как бы что меняет подключение этого разъема непонятно когда там те же самые открытые контакты что касается эклектики здесь вот такой вот интересный очень стоит цап это бурбраун естественно это p7 51 ранний мультибит 16-битный прошу отметиться хотя стандарт письм на который эта штучка рассчитана это всего лишь 14 бит цап стоит 16-бит не причем я посмотрел по схеме сервис мануале подключены все 16 бит это интересно надо быть потом кое-что проверить то есть вот это у нас получается скажем так цифро аналоговый переход потому что здесь явно есть немножечко цифровой логики 10 4000 и 74 серии буферы защелки преобразователей собственно из последовательного кода который идет с процессоров параллельный для защелок который собственно уходит уже сам цап здесь есть и компараторы быстродействующие и коммутаторы и операционные усилители релюшечка здесь еще притаилась настроечки там наверно уровне нуля и чего-нибудь такого плана то есть вот это у нас выходная часть цифры которые условно питает данными цап которые уже вот отсюда и видно здесь экранированные кабели отправляет все вот сюда здесь еще отдельно стоит медная шина типа экран такой и все в общем то можно сказать в экранах то есть тут экран тут экран тут 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 везде экран даже в 10 коробочки а это фильтры аналоговые отдельные в аудио тракте они тоже в коробочках своих собственных это вот это вот спереди это аудио тракты видно что он зеркальный симметричный это собственно левый правый здесь подписано arch а там элч то есть live channel right channel левый правый соответственно тут операционники причем операционники и компараторы немножечко рлюшек там амарон 1 амарон 2 такая же как у здесь по всей видимости общем тут все очень красивые конденсаторы стоят скажем так известных марок здесь явно не сэкономили 10 полно непон чем иконов коричневых стоят хороших в блоке питания куча стоит не чеконов есть немножечко и он и местами разбросан то есть все известные марки я не вижу ни одного потекшего плюс что касается конденсаторов действия большие пленочные банки залитый компаундом черного цвета и совсем уж аудиофильмин к здесь есть по-моему второпластовая пленочные конденсаторы которые выглядят как полупрозрачные такие трубочки так вот они внутри витые пленочным изолятором и обкладки у этих конденсаторов тоже медные как и собственно меднение корпуса то есть такая себе аудиофилия вот все что касается аудио тракта здесь вот все вот эти пленочные трубочки они все с медными обкладками хотя вот здесь в цифровой части стоит точно такой же пленочный конденсатор той же конструкции и у него обычные посетимости алюминиевые обкладки что в принципе легче а это вообще так говоря портативный аппарат который предполагается носить почему я и говорил эклектика то есть у нас аппарат предназначен для того чтобы быть носимым должен быть легким но что сделано сделано куча стали причем местами совсем не нужный и при этом поверх этой стали и еще утяжелили сначала медью потом лаком вот здесь вот я вам не смогу даран то нормально показать на 10 идет плата и эта плата идет по всей передней панели слева направо и на всю высоту и если внимательно посмотреть вот здесь вот на вот этот такой здоровенный средний кусок платы то он не используется там просто идут три маленьких дорожки то есть можно было либо вырезать 90 процентов места этого плата просто отфрезеровав либо вообще разделить на две платочки соединитет таким же проводочком и было бы не хуже но просто оставили кучу гетинакса а здесь именно гетинакс просто куча гетинакса пустого то есть опять же лишний вес зачем не знаю опять же что касается эклектики то здесь вот все вот так вот друг с другом балансирует и с одной стороны нас керамика золото красивый ранний в таком корпусе цап мультибит все хорошо медные конденсаторы но при этом вот здесь у на логике явно присорты какой-то проводочек что-то тут короче перепутали забыли не доделали кое-как присобачили проводок вот эта цифра цифра аналоговая плата она явно из стеклотекстолита она двухсторонняя с металлизации отверстия то есть дорого-богато но блок питания сделан на гетинаксе ну ладно допустим но даже аудио-видео входа-выходы и передняя панель со всеми регуляторами это все тоже гетинакс причем я вижу что это все односторонний гетинакс то есть дешевенький материал то есть тут дорого-богато тут максимум дешевизны причем нигде в этом устройстве не отмыт флюс я могу показать парочку планов у даже вот на этой дорого-богатой платье вот с красивыми цапами с кучей меди и вот это все фильтры вся красота экранированные проводочки позаботились но плюс не отмыт нигде просто каплями свисает по платье видно как он стекал как он засыхал пузырился то есть плюс нигде не отмыт и это кстати одна из причин характерного запаха японской техники потому что японцы нигде этот плюс не смывают не он где-то лежит roland mt32 там точно такая же ситуация была вот sansui pcx1 тоже самая ситуация думаю если возьму вон там лежащую современную аудиокарту внешнюю roland rubix 22 от нее исходит такой же характерный запах я подозреваю что и там флюс тоже никто не мыл и вот этот как раз запах вот этого не смытого флюса плюс особенно эти гетинаксовые условно картонные со смолой платы и дает этот характерный запах японской техники особенно когда она прогревается и начинает больше пахнуть скажем так я видел куда хуже в плане косяков и прессеранцев то есть здесь довольно красиво то есть вот на этой части я могу пересчитать по пальцам то есть вот этот проводочек на логике здесь вон там на выключателе питания снизу просто напаян какой-то диод вот там вот из-под платы торчит один электролитический конденсатор l но не знаю зачем и почему и скажем так из мелких нюансов это например вот стоящий вот на этом радиаторе то ли транзистор то ли линейный стабилизатор имеет раскоряченные в стороны от корпуса ноги то есть футпринт который сделали на плате не соответствует тому что вставили в плату и пришлось ноги у корпуса вот так вот выгибать и причем без правильной формовки то есть это с риском разрушение корпуса возникновение трещины и разрушение потом кристалла или отламывание ног в общем такое себе решение но как видно но 30 лет работает ему ничего не делается а теперь самое страшное для аудиофилов это девайс казалось бы с батарейным питанием казалось бы здесь все так аудиофильника медяшка в конденсаторах медяшка хорошие конденсаторы кучу пленка в сигнале нормальный экранированный фильтра мультибитница в керамике золотом вообще все красиво то есть должно быть хорошо знаете что это такое вот здесь сбоку стоит аудиофилы сейчас будут страдать это импульсный преобразователь это устройство с батарейным питанием у него на вход приходит одно питание 12 вольт все . других напряжений нет а для аналога вообще-то обычно желательно двухполярочка то есть хотя бы плюс минус 5 а лучше плюс минус 12 а еще лучше плюс минус 15 и отдельно еще нужно цифровое для цифры плюс 5 и здесь вот в этом блоке питания здесь только вот пара люшек которые явно для заряда аккумулятора что-то коммутирует немножечко электролитов и один единственный транзистор казалось бы а где стабилизатор а нефи здесь я долго думаю что это такая странная коробочка зачем она тут приделано в общем это железная коробка именно что железное видно что ее поела японским воздухом она вся окисленная она запаянная наглухо не просто закрыта и в нее подходит во-первых проводочек на котором аж три ферритовых кольца вподряд надета который подключен куда-то 10 рядом с релюшкой это явно вход и от него же выходит несколько косичек к разъему 10 на блоке питания это явно выход это преобразователь как раз из 12 вольтовой батареи в плюс-минус 15 и в плюс 5 для питания всего остального то есть и мультибейт и весь аналог здесь в том числе питается от импульсного источника аудиофилы можете начинать страдать а я пожалуй все таки загляну на нижнюю часть тут кстати пока его переворачивал еще кусочки повысыпались во-первых отпала вот эта часть я говорю что здесь вот трещина была она почему-то отпала вот эта часть и в общем еще один кусочек тут прибавился откуда-то тоже высыпавшиеся в общем аппарату немножечко досталось когда-то где-то и вот эта нижняя часть которую может принц видели я ее тоже сейчас собираюсь снимать единственное что вот здесь вот торчит какая-то микросборка самого аппарата под нее сделали вырез в экране не влезла и насколько я смотрю держится на сейчас по сути только вот этим треснутым языком здесь но я думаю из-под него можно будет вытянуть и вот этим вот видом с уходящим проводом экранирование заземления чем-то осталось один винтик открутить и попытаться снять этот экран потому что здесь как минимум должна быть еще одна плата потому что с той стороны был только цап аналоговая аудио часть и блок питания а видео части там не было то что меня в первую очередь сейчас интересует и таки да это все оставшиеся на втором этаже с другой стороны это у нас остаток цифровой части то есть видно уже проц и память кварцы видео частью сама что меня интересует первую очередь и как раз видно много чего здесь не распаянала вот сюда мне нужно и залезть немного конкретнее про вот эту нижнюю плату я специально развернул аппарат на 180 градусов чтобы он хотел примерно понятно о чем речь потому что все чипы именно вот так здесь развернуты я сказал уже что это цифра видеоплата есть два основных процессора находятся дать можно сказать двухпроцессорный и немножко обвязки и что самое смешное видео части занимает вообще немножечко места на по сути занимает вот узенькую полосочку по низу плату и все и кстати вот это вот микросборка имеющие на боку гордую надпись 3 code писем по сути и дала название всему этому писем аппарату почему не на морде тоже написано трекол писем это микросборка заменяет собой сразу пачку корпусов аналоговых всяческих микросхем типа операционных усилителей компараторов и подобного плана и обеспечивает в общем работу с видео сигналом на вход потому что если посмотреть схема например все того же sony p7 701 у него естественно нет такой микросборки потому что это пропоретарная сансуевская разработка и там как раз куча операционников под десяточек рассыпано которая реализует видео вход здесь это все заменили одной небольшой микросборкой после собственно этой микросборки видео сигнал уходит вот сюда здесь стоит небольшой радиатор под ним прячется микросхемка от sony которая должна собственно выделять синхросигналы из видео далее это все уходит вот на этот процессор от ташибы этот м4505p 83 год 23 неделя здесь его стоит оперативная память ташиба же 83 года это процессор воспроизведения то есть он принимает видеосигнал который уже был бинаризирован принимает у цели микросхемы такты от синхры видеосигнала и он занимается декодированием из этого всего бит стрима цифрового аудио тут есть немножечко логики рядышком здесь вот тоже есть немножко логики и здесь есть один из кристаллов на частоту очень странную 21.14 68 мегагерца эта штучка будет генерировать необходимую частоту во время записи а собственно записывающий писем процессор вот он нек и педи 785 с его аналогичной памяти от ташибы тм-м 2016 процессор у нас 83 год 12 неделя память 83 год 29 неделя как и вот это опять же немножечко логики 4000 серии 1040 164 4004 74 серии и что самое забавное вот эти вот два чипа это по сути цап до 2 просто чипа логики являются здесь цапом то есть из аналогового аудио а цп которого в этом аппарате нет сделал цифровой бит стрим этот бит стрим закодировался вот этим процессором виде видео информации который в цифровом виде приходит вот на вот эти два чипа логики из которой выходит по моему 5 что ли сигналов опять же цифровых уровней и они приходят вот на эти вот резисторы вот сюда эти резисторы является уже таким наконец цапом потому что они имеют разные номиналы для того чтобы обеспечивать соответствующее деление напряжения суммирование это все в итоге где-то здесь и отсюда идет уже аналоговый видеосигнал на выходные разъемы судя потому что вижу я 10 стоит два транзистора очень похожих на наших кт 315 только в черном корпусе и скорее всего вот именно один из них мне нужен под замену как раз один из них я сжег на разъеме видео аута 2 как раз отвечает за копия out который у меня пока работает так что мне скорее всего за одной из задачи вот сюда а за второй задачи мне вот сюда если здесь присмотреться тут под проводами спрятана надпись экспорт потому что аппарат японский а в японии ntsc поэтому для них это экспорт на по сути то чего здесь не хватает это то что обеспечивает работу этого аппарата в пол регионе потому что здесь вот есть отдельный аналогичного плана кварцевый генератор такой же на частоту скорее всего 21.168 мегагерца чуть-чуть другая но другая и такой кристалл в магазине купить практически нереально плюс опять же немножко логики скорее всего рассыпано здесь и это все уже закуплено и вот здесь вот отдельно отмечено контуром явно некоторая очень плотно набитая коробочка скорее всего такая же как вот это потому что здесь прячется одна коробочка с отверстием под настройку катушки изуть потому что вижу здесь я точно такой же размер такие же габариты плотно все очень напихано и тоже есть место под катушкой это главный главная боль после кварца переделки этого аппарата подпал потому что вот по моему все что здесь указано я по схеме купил даже нашел на заказ сделал вот этот вот кварцевый генератор это как кварц этот у меня в smd исполнения даже сделал под него платку переходник чтобы она стала такого фарфактора но вот катушку найти не представляется возможным пока ты этот аппарат не разберешь потому что в сервис мануале схеме не написано никаких параметров на эту катушку просто есть некий и портнамбер и все что известно по схеме то что вот эта катушка такая же как здесь так что пока вот я этот аппарат не разобрал я с этой катушкой ничего не смог сделать поэтому мне нужно в любом случае эту всю плату отсюда снимать на что мне нужно вот один из этих транзисторов заменить потому что он скорее всего сгорел не нужно вот сюда все напаивать а там у нас вообще-то дно корпуса я с той стороны паяльником не подлезу и мне нужно понять что за катушка прячется вот под этим экранчиком то есть этот экранчик мне тоже нужно отпаять и как-то замерить характеристика этой катушки сделать какую-то замену вот сюда не только тогда можно будет попытаться заставить его работать в пол и кстати да этот аппарат может работать попеременно то есть необязательно его жестко переделать в одну систему цветности потому что вот здесь вот есть место под sv1 то есть switch 1 опять же подписано что это экспорт и два положения ntc и pal то есть после того как вот это все здесь будет распаяно достаточно будет вот сюда присобачить какой-то переключатель и даже куда-то попытаться его вывести или может быть заменить вот один из переключателей микрофона который мне в принципе не нужен на переключение системы цветности который мне в данном случае будет полезнее то есть это не жесткая переделка из интенсии впал и только pal она будет переключаемая итак цифра видеоплата наконец снята под ней все очень как обычно тут все красиво все вот это куча железа в куче медяхи кстати что хорошо все на разъемах то есть ничего не пришлось отпаивать все аккуратненько по краям платы в целом тут конечно я думаю можно кое-где запутаться при сборке потому что здесь явно используются одинаковые коннекторы одинакового цвета ну такое себе то есть да даже вообще провода абсолютно одинаковые но я думаю условно потому как я разбирал я бы смогу это собрать обратно в конце концов есть сервис мануал по которому я могу хотя бы вызвать куда чего идет но как я говорил что-то маловато было прессеранцев на той стороне а я для себя уже вывел такое эмпирическое правило что японская техника без прессеранцев не существует она просто не может без них работать и учитывая что сверху по сути было их ну два три я сильно удивился и казалось бы здесь тоже вроде все вообще чисто ни единого вообще косячка на плате нет это я так думал пока я не разверну ее другой стороной по попал нет без косячков все-таки японская техника не обходится у нас тут целая гора всяческих исправлений вокруг в основном вот этих вот логических чипов 74 логики но здесь полно видно дорожка перерезанная брошен какой-то резистор дорожки и перерезаны брошена просто целых куча провода . в разные стороны там что-то перерезано тут кондерчик подпаяли поперек потому что видим забыли при трассировке по питанию кондер приделать то дорожки перерезали сюда резистор туда резистор в общем ничего нового японская техника проходите не задерживайтесь здесь вот тоже в районе каких-то разъемов тут тоже какой-то проводочек и опять же помните что я говорю про флюс я думаю даже бликовать платой не нужно чтобы увидеть вот эти вы желтые пятна развода это все вот флюс канифоль а вот если даже в блик это все внизу японская техника с отмытым флюсом это что-то на грани фантастики в общем тут все в этом флюсе но все залита толстым слоем флюса никто не думал даже это отмывать на заводе то есть с той стороны еще так приличненько только вокруг микросхем так какие-то потеки вроде бы есть что-то такое блестит видно что она куда-то там текло 10 по краю платы вот это вот капля пузырь с пузырями это да но когда ты это переворачиваешь тыльной стороной тут открывается вся подноготная японо техники вот отсюда и аромат характерный это нас прикрученный радиатор что хорошо снизу платы все подписано где что то есть где какая микросхема даже номера выводов подписано так что в этом плане будет все довольно удобно ну вот это конечно да это вот вы хотя и это тоже не так много потому что я лично разбирал писем процессор техник св-100 тоже портативчик в серебристом таком корпусе тоже маленький прикольненькие няшные снаружи пока ты не залезешь к нему внутро вот это по сравнению с тем что утром у техникса это не что этого просто нет никаких косячков это идеальная плата в техниксе там просто такого наворочено это надо видеть желательно лично словами не описать знающий пойму только по одному слову ули . после увиденного на той плате меня слишком сильно разобрало любопытство и я слишком сильно разобрал аппарат до придется все-таки посмотреть на каждую его часть но что уникальный контент никогда не помешает я не думаю что где-то на ютубе можно найти подробные внутренности сансу и писи x1 да и вообще не только на ютубе в целом фотографии даже в интернете думаю подробных не найдется и так перед нами осталось и голое шоссе этого аппарата тут была вот эта кнопочка включения это собственно осталось от него морда с надписью треклопись ем с кнопкой со слетающими ручками потому что оказалось что внезапно ручку мне держаться очень плохо надеюсь двухсоставная и это единственное что электронная осталось на вот этой части корпуса то здесь просто сдвоенный обычный переменник на экранированных кабелев на разъемах ничего необычного все это естественно пластик не широко стекляха и в общем-то и все просто пластиковая морда больше ничего на ней была установлена стопочка плат но мы там попозже это оставной шасси который осталось видно что это все целиком омедненное тут вообще вроде разбирается все довольно неплохо но все друг с другом связано то есть например чтобы снять боковую вот эту часть с платами разъемов не обязательно нужно было снять отсюда переднюю плату потому что она закрывала собой винтики вот здесь чтобы снять импульсный блок питания который был вот здесь вложенный не обязательно нужно было открутить вот это вот часть корпуса иначе он туда просто не вытаскивался чтобы эту часть открутить обязательно нужно снять вот эту плату с цапом в общем вот так вот вроде бы все снимается но все друг на дружку завязаны и в общем-то мягко говоря не пушинка все что здесь осталось винтики падают на общем пластиковая часть которая служит корпусом емкостью для аккумулятора и здесь для оплаты блока питания все остальное это стальное омедненное шасси которое очень так не кисло добавляет весу этому аппарату это при том что здесь еще не все есть например вот этот самый кусок с разъемами если быть точным то вся эта часть шасси включая вот эту крышечку весит чуть чуть больше одного килограмма на секундочку это треть веса аппарата и это я еще не учел вот эту часть давайте и накинем просто там есть чуть-чуть платок с разделами но в общем я думаю если их вычесть килограмм 100 у нас совершенно спокойно будет и это без корпуса то есть это только шоссе аппарата без плат и корпуса а если посчитать отдельно алюминиевый корпус то это еще 400 грамм того половины веса всего аппарата это только шоссе и корпус при всем при этом вот этот импульсный преобразователь питания всего аппарата хотя и запаян в железную коробищу весит она всего ничего 160 грамм сансу и писи x1 в разобранном виде уникальный контент добро пожаловать и кстати полностью эту всю двухэтажность то есть ровно во половинке плата сверху платы снизу и тут у нас еще вываливаются пружинки аккумуляторов потому что пружинка держалась как раз по тему листом железа здесь лист металла был откручен пружинка теперь ничего не держат да а теперь посмотрим на остальные ляпы и ошибки начнем скажем так с наименее ошибочных мест это вот собственно индикатор который у данного сансу я очень интересный я не видел ни одного устройства с похожим индикатором очень интересная логика работы которая в том числе делится вот по этой границе серого черного потому что 10 индикаторы зеленые и они зажигаются такой маленькой короткой группой и очень быстро индикация обновляется здесь индикатор работает более обычно то есть это просто набирающийся вот с этого места столб красных светодиодов я еще думаю что возможно я бы здесь поменял вариант светодиодов потому что вот например вот эти вот которые индицируют отдельно всяческие флаги и режимы они очень уж тусклые я думал их заменить но чувствую что мне это не получится от слова совсем потому что вот это все это специально сделанный светодиодный индикатор видно вот там белый пластик я думаю в некоторых китайских часах магнитолах автомагнитолах можно было такое встретить когда дисплей светодиодный представляет из себя какую-то маску с графикой как здесь а под ней белая пластиковая такая рама в которой внутри кристалла светодиодиков внутри белых отражателей так вот здесь скорее всего то же самое потому что вот белая вот эта вот рамка наглухо к ней приклеенная морда и с тыльной стороны никаких следов пайки видно только вот приваренные к платы расплавленные вот эту белую рамку и все и вся индикация если я правильно понимаю она здесь вообще видимо через зебра полосы или поверхностным монтажом потому что идут вот эти вот разъемы от них уходит туда под этот дисплей дорожки и заканчиваются они где-то там под этим белым пластиком здесь нету в преимуществом понимании светодиодов которые здесь можно было бы отпаять снять этот пластик и их вытащить они скорее всего там просто наглухо прям на плате разведены и сверху просто накрыт этим пластиковым белым отражателем и листом с графикой так что вариантов заменить светодиодов здесь боюсь просто нету единственное что можно попытаться это подобрать резисторы только ограничивающие в цепях эти светодиодов проблема в том что схема вот этот блок практически никак не описывает очень трудно догадаться что он вообще состоит из двух частей что тут вообще есть вот такие разъемы разъемы никак не подписаны никак не пронумерованы здесь еще есть только переключатели передней панели тут же и для них отдельно косы это скажем так один из наименее косячных блоков потому что вот не считая опять же не смытой канифоли здесь никаких исправлений не видно далее можно перейти к второй части индикатора вот ответная часть разъемов опять же никак не подписаны не пронумерованные индикатор элч где-то наверное должно быть он р то есть это нас под левую индикации это под правую индикацию тысячу пачка всяческих одноцветных разъемов однообразных специализированные микросхемы sharp и r2e04 причем по одной на канал то есть одна вот такая здоровенная микросхема обслуживает только один канал индикации тут в общем то тоже никаких особых проблем я не вижу опять только видно не смытую канифоль как такими большими пятнами так и в целом во платье видно что она вся опять же в ровном слой залита далее можно перейти к платке блока питания она выглядит следующим образом собственно вход для внешнего 12 вольтового питания от зарядника релюшки здесь у нас выход на батарею который был отключен вот тот самый транзистор с раскоряченными ногами стоят тут в общем ошибок тоже не особо есть то есть видно что они все-таки есть в 10 дорожку перерезали что-то пустили не туда вместо этого здесь вот такая вот соединялка двух земель каких-то друг с другом здесь какой-то конденсатор напаяли тут тот самый конденсатор который было видно рядом с разъемом батареи напаяли 5 немножко не смытой канифоль но немножко это как бы не вопрос потому что вся плата по-прежнему в толстенном несмытом слое флюса тут ничего не меняется с односторонний гетинакс скажем так тут косяков немножечко тут что-то подкоротили там подкоротили здесь перерезали всего ничего можем сказать что эта плата почти без ошибок вот про эту плату я уже кратко говорил это та самая плата в которой полно лишнего веса потому что три дорожки и просто кусок ненужного никому гетинакса здесь здесь то есть можно было вот так вот вырезать и хуже бы не стало потому что крепеж здесь и здесь и здесь то есть зачем непонятно никаким экраном но не является меди здесь нету структурной целостности ненужная но само по себе крепится к железу то есть зачем опять же непонятно это вот очень интересно это вот кнопка переключатель которую видно на передней панели вот так вот он организован то есть там у нас скажем так относительно обычный переключатель такой тумблер на платного монтажа от фирмы альпс но на нем вот вот такая вот приблуда выглядит очень необычно крутилка уровня выходов для наушники кнопка рэк мьют немножко тут кабелей экранированных и не очень рлюшка внезапно еще одна предоставилась микрофонные входы ты им микрофонные предусилители как раз налево и правый канал то есть у нас два раздельных микрофона можно использовать и соответствующие им обвязка то есть это вас микрофонная часть это выход для наушников и немножечко переключение режимов не более того таких-то именно косяков опять же не считая абсолютно никак не смытого вот этого бликующего флюса и канифоль и в целом будем считать что косяков здесь нет не считая того что зачем-то не вырезали плату теперь переходим вот к этой правой части с разъемами которую пришлось снять прямо вместе с железом сейчас поймете почему для начала вот это ее часть это у нас скажем так аудиофильская или аудио аналоговая часть видно позолоченные разъемы видно причем что разъемный блок стоит прям таки сансу и видно здесь два переключателя режимов микрофона общем-то гетинаксовая простая плата казалось бы но тем не менее здесь есть косяки то есть как видно для каждого земляного контакта видно что условно думали в правильную сторону то есть у каждого из аудио разъемов земли не соединены друг с другом то есть видно что вот сигнал вот земля вот земля вот сигнал и они идут раздельно то есть нет одной кучи землю и общем проводами для всех четырех это правильно то есть раздельные земля сигнал для каждого уходит на вот эти разъемы но что-то пошло не так и от каждой от этой отдельной земли повесили керамические конденсаторы так понимаю на 4 7 нанофарад скорее всего припаянных прям к железу корпуса видно вот эту общую точку пайки которая была прикручена собственно вот к этой части железяки то есть что-то при замерах пошло не так оказалось что нужно видимо как-то помеха защиту сделать если какие-то помехи с этих входных выходных земель аудио на корпус ладно допустим далее берем скажем так видео часть непозолочные разъемы кстати видно что здесь в этом блоке могут быть еще один разъем зачем-то не знаю уровень видео деление включение монитора выхода и так далее чем видео разъемы почему я не снял эту плату зачем я снял кусок железа потому что здесь еще хуже не к этому смысле то есть здесь тоже задумка была правильная аналогичного плана то есть тоже видно что вот толстые дорожки это у нас условно общий или экран вот этих разъемов то есть внешний контакт тонкая дорожка это сигнал то есть видно у нас общий сигнал общий сигнал сигнал общий общий сигнал и они опять же идут раздельными дорожками что-то вот на выключатель для коммутации там вход-выход чтобы скажем так исключить 7 процессор из цепи и даже если он выключен задумка была правильная но опять что-то пошло не так и вот здесь вот на конкретно видео вход-выход и copy out не вот эти вот сторонние не особо нужны разъема скажем так основные видеоразъемы все вот эти вот потуги в разделении этих земель и коммутации их здесь в итоге были отброшены просто была кинута вот такая вот из луженого провода или даже с какой-то оплетки просто наглухо перемычка между всеми тремя землями сразу очень интересненько но и этого мало почему я не снял эту плату потому что собственно одну из этих общих земель еще принудительно просто припаяли наглухо к корпусу то есть снять вот это без паяльника невозможно то есть открутить то я могу только плату я не сниму не отпаяв вот этот вот шум то есть опять задумали одно а в итоге она его нахрен мы часто короче все закоротим и посадим все это в одну точку на корпус про цифры видеоплату я собственно уже все рассказал вот микросборка вот цифры видеоплата пока еще не модифицированы вот здесь все это те многочисленные ошибки и попытки их исправления не смыты флюса все такое десны что я еще снял радиатор вот с этой керамической как оказалось микросхемы sony cx 79 14 которая по видео входу синхросигнал кадровый строчный отправляет на процессор чтения в общем с этим то все понятно осталось разобраться по сути с единственной платой из той самой первой на которой мы смотрели где казалось бы костячок то был всего один 10 немножечко перемычку на лобби покинули и все а не все во первых тут явно опять что-то накосячили то ли с питанием то ли землями потому что вот отсюда идут 2 толстых провода вот сюда по моему ты земли все таки то есть что-то пошло не так это у нас аудио часть то есть как раз таки левый и правый соответственно аудио и вот эта часть где у нас цифра и собственно цап и вся его обвязка в виде там коммутаторов и высокоскоростных компараторов тут тоже не обошлось без проблем во первых мне порадовали вот эти вот пятаки припаяны опять же такими шунтами прямо таки к земле но сначала я подумал на кой хрен нужны были эти пятаки можно было просто здесь делать пятаки меди забыли что ли а потом я посмотрел еще раз вот на этот вот совсем не смытый флюс и понял что скорее всего эти пятаки были бы и им наглухо залиты и никакого контакта на корпус бы не получилось так что припаять пост фактом вот такой вот блинчик оказалось видимо надежнее и вот так вот его приколхозить но это то не главное главное так сказать здесь вот эти красоты здесь прекрасно видно что вот это у нас цап вот это по моему его компаратор вот это вот или операционник короче что-то напрямую с ним связано и видно как земляной полигон здесь весь перерезан здесь видно как земляная связь здесь перерезана как на одну из ножек вот так вот кинут резистор здесь кинут какой-то то ли диод 100 ли стабилитрон тут накосячена это у нас тут какой-то операционник или компаратор даже что-то что-то не до перепутали судя по распиновки это питание притянут она как раз к кондюром который скорее всего по питанию суде по общей земле и вот этим вот ногам да видимо забыли притянуть питание тут какой-то кондю а но это у нас опять на общий экран на общий корпус от вот этой земли которая здесь осталась кинут скажем так помехо сливающий кондер точно так же как было сделано вот на этой платке аудио входов-выходов и в чем собственно суть от этих вот перепелов здесь это в том что вот эта земля это условно шумная цифровая 5-ти вольтовая земля потому что она связана со всей этой логикой с этим вот коммутаторами здесь буферами видно что эта земля вся вот как раз к этим вещам подходит а это нас цап условно связующие между ними но она уже выдает выход аналоговый уровень и вот это уже аналоговая выходная часть и видно что здесь даже есть некоторое разделение земель то есть верх-низ плата здесь не связано по земле но вот здесь были связаны здесь это была общая земля от сих и до сих то есть цифры аналог здесь случайно объединили потом поняли что накосячили и соответственно от кусочили эту землю целиком здесь от кусочили ее здесь таким образом вот вот эта часть полигона и вот это все что правее осталось цифровой землей и и посадили здесь на корпус наглухо а вот здесь под цапом и вот это все выходное от него осталось на отдельном полигоне которую так вот помехозащитно здесь кондюром соединили с корпусом но не напрямую и по сути она осталась связана с аналоговой землей только через вот эти вот провода под их экраном связанными с вот этой аналоговой частью куда приходит свое собственное питание общем упс накосячили с на разделением аналоговой цифровой земель пришлось резать и присирать да ну и к вопросу очевидному о том что я уже говорю что ацп в этом аппарате нет однако он каким-то образом цифрует же аналоговый звук каким этим цапом этот аппарат делает ацп при помощи цапа а те кто не знает что и как это такое вообще возможно погуглите такой термин как ацп последовательного приближения если кратко то в основе такого ацп лежит цап на которой процессор быстро подает последовательность значений перебираем и стоит быстродействующий компаратор либо вот это либо какой-то вот этих рядом чипов быстродействующий компаратор который сравнивает приходящий аналоговый аудио уровень и то что сделал цап и как только мы получили условное переключение компаратор мы знаем о это наш цифровой уровень и соответствующий входному аудио аналоговому уровню поэтому и последовательного приближения что он последовательно цапом подбирается к этому забуферизированному значению аналогового входа и до предвещая еще один вопрос цап вообще-то один аппарат у нас вообще-то стерео да для этого здесь есть быстродействующий коммутатор 4053 потому что этот аппарат работает в режиме быстрого переключения между левым и правым каналом то есть один цап как в режиме ацп так и в режиме цапа обеспечивает работу обоих каналов хотя цап одноканальный 16 битный то есть условно у нас частота дискретизации допустим 44 килогерца но цап работает на частоте 88 килогерц условно давая по 44 на каждый канал и просто он сначала делают один канал второй канал один канал второй канал один канал второго поэтому здесь есть быстродействующий коммутатор который собственно дает переключение этого всего на левый правый до 80 h вы хотели все было вот так хотите мультибит на те да еще и в портативе вот сансу и а и так почти у всех и было для адаптации этого писем процессора подпал нам потребуется некоторая пачка микросхемок типа вот таких и еще некоторая кучка рассыпухи чуть-чуть совсем причем здесь есть как относительно обычные детали то есть какие-то резисторы на обычные номиналы обычно электролитические конденсаторы так вот и некоторые хитрости вроде особых диодов или даже варикапов что самое забавное купленные отдельно катушки с алиэкспресса который я брал в общем-то не помню когда я не помню зачем оказались что по футпринту очень даже соответствует тому что здесь должно стоять так что я думаю и катушка у меня условно для этого аппарата будет как только я разберу штатную коробочку и замеряю параметр самой катушки и да вам не показалось вы правильно заметили kd 315 78 года даже старее чем этот pcm процессор потому что здесь используются вот такие транзисторы как видно корпус у них очень похож на наш кт 315 и цикалевка кстати говоря тоже и кб это тоже npm транзистор условно общего назначения но к сожалению я не нашел такой в продаже не на ебэ их не наличках аналогом внезапно по параметрам оказался наш 315 так что я думаю что именно 315 попробую впаять сюда вместо одного из сгоревших и также эти самые 315 займут вот эти места под транзисторы судя по схеме за выход видео out который у меня вроде бы как сгорел отвечает транзистор q11 то есть вот этот самый я его уже отпаял давайте на всякий случай проверим что он действительно сгорел мпн выводы да правильно в принципе он живой так хорошо не рядом выпаял q10 который точно должен быть живой в общем то то же самое тоже цикалевка мпн только чуть чуть ниже усиление а то есть эти транзисторы оба живы чтобы быть точным это 2с си 3078 что тогда сгорело если у меня видео выход не работает мог ли это быть предыдущий каскад на q9 а это у нас транзистор 2с а 1048 и этот жив только это пнп непонятно а что тогда остается по схеме доза параллелью не с параллельным каскадом копия вот который работает по сути осталось парочка резисторов до пара конденсаторов если только конденсаторы пробила если судить по схеме то после каскадов на q10 и q11 для копия вот и видео out соответственно не считая резисторов у нас тут конденсаторы разделительные по постоянке c36 и c37 собственно вот они подписаны c36 это значит вот эта банка и c37 это вот эта банка это разделение по постоянке и собственно наверное типа такого шунта помех параллельно выходу стоит 560 пикофарад на копия аут c38 на видео аут который сгорел c39 из того что я могу здесь увидеть c38 это вот этот вот пленочный до 560 на нем емкость но видимо вот этот рядышком с ним он там видно какую-то маркировку c39 это видимо вот этот конденсатор то есть меня в данном случае интересует c37 и c39 так c37 какое-то странное сопротивление 168 ом так соседний каскад тут у нас единицы и даже десятки килоом это нормально вот этот счет по подозрительно и соответственно вот эти два мелких 0 ом каратыш выхода по собственно q11 поэтому он и сгорел собственно видео выход он просто закорачивается теперь соседний 48 мегаом так что да у нас пробила вот этот маленький пленочный на 560 пикофарад возьму внутрисхемный тестер dsr micro так этот показывает на примерно 6 5 сотых ома и ps и емкость 440 микрофарад по схеме должно быть 470 так что выглядит неплохо соседний который живой каскад ps примерно тоже емкость примерно тоже но и собственно эти два 560 пикофарад я не уверен что этот прибор способен такую емкость корректно мерить он показывает полную чушь и этот который у нас закороченный до показывает просто сопротивление то есть он действительно закороченный ну собственно выпаиваем а вот он наш пробитые по выходу конденсатор пленка 160 пикофарад так мне интересно теперь проверить тот конденсатор то есть это было из-за пробитого конденсатора по выходу здесь считались странное сопротивление теперь она сравнялась условно нормальным каскадом тут у нас в общем большое сопротивление так что большие банки по 470 остались живы а вот маленькая пленочка на 560 пикофарад параллельную выходу собственно приняла на себя весь этот потенциал от перекоммутации на горячую с плавающими потенциалами переменки и ушла в козе к сожалению у меня в закромах вот такого же типа конденсатора не нашлось тем более на такую емкость поэтому я принял решение выпаять живой вот этот конденсатор родной из цепи копи-аут и пересадить его скажем так основную цепь видео-аут которая более часто будет использоваться а для копи-аут у меня есть только два вот таких варианта у меня нету на 560 пикофарад у меня есть либо на 330 пикофарад либо на 680 пикофарад причем в обоих случаях это расстояние между ножками 5 миллиметров то есть мне придется в любом случае что-то здесь корежить потому что у родного это расстояние ну что-то типа два с половиной миллиметра то есть условного два раза меньше возможно вот у этого ножки больше для этого подойдут потому что они здесь уже вот так вот загнуты можно просто здесь распрямите так оставить но у 680 емкость вроде бы как ближе к 560 с другой стороны 680 куда крупнее чем вот этот вот на 330 и это все пленочные конденсаторы и для маленького конденсатора здесь есть место вот туда впихнуть большой я боюсь уже впихнуть будет некуда поэтому наверное поставлю 330 посмотрим как будет вести себя копи-аут надеюсь стабильно что касается проверки конденсаторов родной из цепи копи-аут 560 пикофарад как в аптеке далее вот этот вот пленка тоже на 680 пик 677 close enough и оставшиеся на 330 пик который я скорее всего и поставлю 333 perfect вы но при попытке протестировать любой из этих конденсаторов весер микро не получается ничего не сервик на такие емкости просто-напросто не рассчитан то есть он он даже не видит что вообще в принципе подсоединен конденсатор ничего не моргает никакой индикации но я надеюсь этого достаточно для ремонта видео выхода транзисторы они вроде как все рабочие запаял обратно поправил положение здесь деталек чтобы они более-менее ровные были и запаял родной конденсатор на видео out часть c39 она c38 поставил пленку на 330 но учитывая что она здесь просто как такой небольшой фильтр я думаю сойдет и так благо она не так сильно отличается от имеющихся здесь компонентов например вот этот зеленая пленка условно в том же корпусе это родное это красное это то что поставил я если бы я сюда поставил вот это она бы стопроцентно выбивалась из общего стиля единственное не могу понять зачем здесь вот так смонтированы конденсаторы электролитические то есть на одну ножку надета из видимо стеклоткани трубочка на вторую ничего не надета и он вот так вот висит в воздухе то есть как бы попытках надавить на этот конденсатором будет вырывать там и так особенно вот по той стороне где нет подпорки но даже там где есть подпорка видно что она все равно не касается платы дна кондера то есть зачем это было сделано решительно не понимаю учитывая что аппарат переносной подвержен тряске вот такой монтаж это просто ни в коем случае нельзя а тут почему-то так сделано плюс видно что и опять же footprint неправильные потому что выводы конденсатор опять вот так вот раскорячены прямо одна кондера что может нарушить герметизацию в резинке и соответственно привести к преждевременной смерти конденсатора и так все электролиты здесь так стоят они все вот так вот висят над платой на одной ноге имея вот этот вот кембрик непонятно зачем это так здесь сделано решительно не понимаю ну да ладно с видео выходом условно разобрался теперь надо все-таки замерить характеристики вот этой катушки причем к счастью катушкой так принимаетесь просто одноконтурно если хотите потому что если посмотреть здесь на плату видно что у него четыре контакта посажены вот на вот этот общий и только 5 задействован куда-то там и кстати вот в этой коробочке если посмотреть footprint видно как раз местоположение катушки действительно также то есть четыре контакта у нее посажены на землю только пятый контакт используется корпус этот я уже отпаял осталось посмотреть что же под ним прячется поскольку это по сути мне потребуется сейчас повторить вот это мне предстоит сейчас повторить вот здесь для пол секции катушка еще имеет свой экранчик которого у меня вроде бы как нету но посмотрим вдруг я найду что-то на него похожие в каких-то распаях по идее размера этой катушки такие же так что по идее учитывая что и здесь сейчас уже убрал припой да нам сюда встает с каркас и не сердечник у меня есть осталось понять характеристики в этой катушки то есть ее номинал каким проводом она намотана во сколько витков и вот это все вот так выглядит здесь катушка и уже разбирал собственно просто вам хочу показать как здесь что устроено действительно здесь всего лишь одна обмотка видно выводы этой обмотки как они выходят и видно что в базе катушки находится еще конденсатор собственно по схеме сансуя и показано что вот эта сборочка это катушка плюс конденсатор то есть это у нас лс и контур но никаких характеристик этого всего в схеме не написано то есть все что есть это порт номер не индуктивность неизвестно не емкость неизвестно не частота настройки неизвестно ни черта неизвестно видно что конструкция здесь вот такая вот интересная здесь ферритовый вот такой вот сердечник который в том числе является как бы таким снаружи экраном не экраном на короче с двух сторон обнимает катушку катушка есть очень маленькая на прям миниатюрная вот так она выглядит суть потому что я смог понять здесь диаметр каркас на которой это все намотано 2 и 9 миллиметра а витков здесь что-то порядка восьми штук я конечно думал здесь сначала что-то посчитать пересчитать потому что то что я купил на алишке мягко говоря не так выглядит то есть да у нее футпринт тот же самый то есть она встанет в плату и высота у нас условно похоже но вот в остальном конструктив совсем другой скажем так попроще то есть это просто пластиковый каркас в которой внутрь просто вкручен сердечник по резьбе и естественно диаметр каркаса здесь куда больше я сейчас цифр не помню в общем здесь за 5 миллиметров эти два по моему условно в два раза больше чем в этой катушке соответственно просто так взять и намотать такую же не особо получается но что я сделал спасибо кстати агент и я газ нашего дискорд сервера который меня так сказать наставил на путь истинный вообще для начала я отпаял отсюда конденсатор то есть здесь один из выводов которых нему идет я отпаял от вывода катушки то есть разъединил эль и си составляющие замерил исключительно емкость этого конденсатора это 33 пикофарады только идет на 33 катушка неизвестная мой измеритель транзистор тестере не показывает эту индуктивность никак это резистор для него ну в общем я взял свой генератор выход земли одной ножкой прицепил вот сюда вот то есть на один из выводов лси после того как он был обратно спаянный затем на вторую ножку и уси я припаял конденсатор в 5 и 6 пикофарад и через этот конденсатор опадал с генератора суда свип сигнал то есть качание частоты ну я для начала взял что-то типа от 1 килогерца до 25 мегагерц синусом и один вольт амплитуды посмотрел просто где вообще видны какой-нибудь пик осмотрел я собственно подпаяв к этой же ножки на который я подавал сигнал еще один конденсатор в 5 и 6 пикофарад и к нему зацепившись осциллографом райгал ds1054z я смог увидеть где пик а сам осциллограф был синхронизирован от выхода генератора потому что генератора есть выход trigger output и когда он делает свипирование он дает этом триггере соответствующий сигнал то есть я могу синхронизировать осциллограф по именно таймингу прохождения генератором всей полосы частот то есть получается такой спектроанализатор для бедных в итоге я на осциллографе увидел пик подкрутил частоту на генераторе и в общем нашел центральную частоту на которой эта катушечка была настроена условно с завода запомнил как было один закручена вот это вот ставка по частоту настройки меня получилось ну где-то 24 и 5 24 и 3 где-то в таком диапазоне причем она меняется от наличия от этого экрана чуть-чуть меняется сползать в сторону вообще я получил частоту настройки вот этого элси и в целом как выглядит добротность этого оси то есть насколько высокий и узкий пик она дает при свипировании далее взял этот каркас взял какой-то провод который у меня попался под руку он вроде бы чуть чуть толще чем то что использовалось на той катушке но у меня другого нет и намотал вот это если я правильно считаю витки но это не точно здесь по моему получилось 9 витков но это не точно можете пересчитать и поправить мне в комментариях собственно припаяны катушка на те же самые контакты как и в той чтобы по футпринту соответствовало и при вот так вот загнанным внутрь феррите у меня получилась та же самая частота я сначала делал катушку чуть чуть выше где-то вот здесь и у меня получалось нужно было сильно выдвигать феррить чтобы была такая же частота поэтому на потом переделал сделал саму катушку ниже по корпусу чтобы закручивался полностью феррит но там еще есть место для регулировки то есть сейчас не совсем полностью задавлен но он сейчас хотя бы не торчит из корпуса в общем у меня получилось сделать ту же настройку но при одном но здесь нету места куда можно поставить конденсатор причем трудно даже будет сюда поставить какой-нибудь типа 0603 smd приклеить то есть если только его внутрь туда уронить на проводочках но это такое себе скорее всего я буду подправить конденсатор снаружи платы наверное снизу со стороны пайки и до конденсатор на 33 пикофарада мне не нашлось было либо на 22 либо на 100 вот собственно в паре с двадцатью двумя пикофарадами я и смог эту катушку настроить то есть у меня контур чуть-чуть отличается у меня естественно другой диаметр катушки другая конструкция у меня ты 22 пикофарады они 33 пикофарады у меня 9 витков они 8 витков провод чуть толще но я получил ту же самую частоту плюс я имею возможность ее настройки так что я надеюсь что эта катушка будет работать единственное чего я не нашел это экранчика то есть я покупал голые каркасы и комплект экранчиков у меня нету в распаях тоже ничего похожего не нашлось так что остается только надеяться что вот имеющегося снаружи экранчиков типа такого на всем этом блоке будет достаточно единственное что мне вот такой экранчик еще тоже нужно сделать чтобы закрыть второй блок для пол генерации что касается повторения самого вот этого блока то я его собственно повторил как и говорил к т315 наше все ну и там еще всяческое другое часть детали здесь пришлось довольно муторно искать не всегда можно найти например вот этот самый вот варикад d7 он где сейчас парень ему он стоит но за ним пришлось побегать по моему я даже его из китая что-то еще в таком были сразу пакеты взял дальше вот этот вот диод здесь не знаю насколько критично но это не какой-нибудь стандартной 4148 схеме был указан другой номинал ну я взял тот же самый номинал который был указан нашел купил и собственно вот его сюда поставил да все детали я проверял прежде чем впаять то есть диоды работают как диоды транзисторы работают как транзисторы не пробиты резисторы что-то у меня были в наличии какие-то номиналы пришлось докупать то что для 82 кило он пришлось докупать за ним по моему стоит 390 ом пришлось докупать потому что него только 330 конденсаторы тот по 22 пикофарада выводные у меня в принципе таковы были 47 пикофарад у меня был этот маленький из распая собственно здесь такого же плана стоит конденсатор единственное что я не заметил по схеме что вот в этом месте здесь этот c-34 стать тантал видно что они весь плюсик это 33 микрофарады я не заметил схеме подпись то и не обратил внимание оказывается должен был быть тантал но у меня не было такого тантала я купил сюда обычный электролит на 33 микрофарады кстати говоря на этих платах кружочек вокруг ножки обозначает плюсик эти плюсик и кружочек поэтому 10 конденсатор которые буду ставить c49 буду этот кружочек это плюсик это не минусик и да я проверил по распиновке то есть у него получается вот эта левая нога с кружочком она там куда-то уходит правая нога вот она уходит на экран и на общий минус кстати видно что я попытался повторить как японские еды завещали вот эти вот загибы ножику резисторов чтобы они не проваливались в плату то есть как здесь на заводских сделано также я сделал здесь до себя практически повторил этот блок как он есть чтобы вот это все собрать у меня подготовлена вот такая вот пачка деталек здесь в принципе обычная 7 4 логика прямо есть совсем обычные 7 474 это 2 до триггера это наша т.м. 2 по моему есть еще 669 их здесь аж 4 штуки одинаковые и по моему вот за этой микросхемкой тоже пришлось побегать это вот это вот а если 33 стоит и самая главная проблема всей этой переделки это вот этот кварцевый генератор в этом аппарате их условно два вот один вот второй и этот у нас для интересе региона имеет чисто 21 . 1458 мегагерца а это для пола региона 21.168 мегагерц и найти такой кварц в магазине но могу вам только удачи пожелать я не смог не в отечественных магазинах не зарубежных магазинах не таобау не алиэкспресс не бэй не знает ничего о кварцах на такую частоту более того здесь не просто кварц здесь генераторы то есть вот эта коробочка это не просто кристальчик который резонирует а это кварц с обвязкой то есть на него подается питание 5 вольт и он на выход уже отдает заданную частоту поэтому не нужен был не просто кварц а генератор в общем я нашел где-то у нас в россии какую-то контору и при помощи евгения карата его там заказал потому что с частными лицами эти товарищи не работали вот такая штучка у меня в итоге получилось использованы здесь генератор это epson sg 8002 gf по моему если ничего не путаю это программируемый кварцевый генератор но это по сути еще более замудренный генератор на базе кварца потому что это еще спелель внутри то есть она программируемая и спелель локом внутри чем это программируется не имею понятия по моему в продаже для частных лиц программаторов этих нету и вот я не очень понимаю почему например чип и дип не предоставляет такую опцию как купить кварц на какую-то нужную мне частоту потому что а где я возьму еще такую частоту тут надо такую частоту где ее взять получается только программируемый платочку эту я уже сам разводил здесь разводить особо нечего лишь просто переходничок эта платка собой прикидывается по форме вот этим стандартным генератором условно это тип размер deep 14 то есть расположение угловых ножек у него как у deep 14 но чуть чуть больше естественно и выше но вот такая вот есть у меня платочка причем еще такие генераторы как видно бывают они в не прямоугольном а квадратном корпусе и у них соответственно у действия получается вывод у меня оплатка универсальная то есть можно имитировать как такой квадратный генератор так и полноразмерный если полноразмерная часть не нужно она просто отламывается можно попытаться это сюда примерить первый контакт на плате помещен кружочком и циферкой 1 на моей платке это прямой угол потому что все остальные 10 скругленные идеально идеально сюда встает в размеры все попадает в отверстие встает ничего никуда не мешается так что генератор я уже проверил осциллографом то есть подал на него 5 вольт и он генерирует заданную частоту так что прошит он правильно но и остальное тут по мелочи то есть вот эта логика вот это вот ташибовская микруха и еще чуть-чуть расцепухи то есть тут еще один резистор немножечко керамики туда-сюда и один электролит это соответственно занимает места здесь 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 и вот здесь так что в принципе осталось все это впихнуть в плату и запаять и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Была консервная банка из-под сгущенки Встал экран Выглядит, конечно, не идеально Побитый, пожеванный Но зато экран работать будет Изнутри я еще пропаял все углы Немножечко сгладил И заодно жесткости придал, чтобы оно все не играло Металл тонкий Просверлил отверстие под крутилку катушки Правда, сверло в тонком металле Заживало его немножко порвало Поэтому особо красиво не вышло Но это как бы ладно Посмотрим, встанет ли оно на свое место Крутилка доступна Спаивать я их пока не буду Это будет в последний момент Надо будет сначала все проверить Что все работает Что ничего не сгорит Что мне не придется здесь еще по 10 раз все перепаивать И уже после всего этого я запаяю экран на место Продолжение следует... 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 И, кстати, это заметно по цвету этого самого клея, когда он еще свеженький, он такой еще желтовато-прозрачный, когда он начинает деградировать и стареть, он становится все более-более темным, все более-более непрозрачным, а также все более-более хрупким. Вот это я выгреб из этого блока питания, еще что-то успел выбросить. Здесь видно как светлые мягкие кусочки, так и вот откровенно просто уже черные осколки именно что. Но, и это выточено из разных кусков этого блока питания, конкретно вот оттуда, где стоит транзистор с подписью Q5, вот тот, и вон там какой-то резистор без надписи, там было особенно черно. Оттуда я буквально клей отколупывал. Ну и все конденсаторы, здесь они тоже были прихвачены этим клеем, чтобы не болтались, катушки тоже, если на них остались следы. Проблема в чем? Этот клей, когда деградирует, он начинает активно реагировать с металлами. И как раз вот там вот, где было особое почернение, там вот этот самый резистор, я думаю, по нему видно, ему досталось. Он жив, я его проверил. Цитовой маркировки 2,2 км он соответствует. Но у него погрызло коррозией ноги, то есть у него ноги были такие побелевшие-позеленевшие. То же самое было у транзистора, у которого эти ноги просто были залиты клеем наглухо. И даже эта коррозия по резистору пробралась вот сюда на обратную сторону и разрушила вот эти вот пайки. Точнее как, она еще их не разрушила, то есть блок этот еще работал. Но видно было, что вот эта пайка уже вся помутнела, побелела и вот-вот начнет отходить. Мне пришлось практически полностью разобрать этот блок питания, то есть мало что осталось на плате. Заодно я воспользовался возможностью проверить все электролитические конденсаторы здесь. И внезапно, в 80-е годы, самое начало, и они все абсолютно живые. Никто не потек и емкость, и ЭПС у всех в порядке. Даже внутри закрытого малоохлаждаемого корпуса. Единственное, что вот здесь пришлось попроверять. То есть резистору досталось, но он жив, транзистору досталось, но он жив. И вот тому конденсатору тоже досталось. И он в принципе был жив, но учитывая вид этого конденсатора, как у него вот эта гниль снизу пошла дальше, может быть она дойдет до того, что он догниет окончательно, я его превентивно заменил на аналогичный пленочный конденсатор такой же емкости. Так что одну детальку я здесь точно заменил, вычистил все вот это вот клеевое безобразие отовсюду, и заодно профотографировал и промерил всю нутрянку этого блока питания, потому что внезапно в сервис-мануале этот блочок обозначен маленьким прямоугольничком с помощью DC-DC и все. Ни порт номера, ни что у него внутри, ни схемы того, что у него внутри, ничего. То есть просто черная коробка, в которую что-то, черный ящик. Я в общем задокументировал, что в нем, как в нем, замерил все резисторы, все конденсаторы, которые не были доступны, все транзисторы посмотрел. Это все тоже снимал. Кстати, заодно поменял здесь термопрокладку. Видно, что торчит там сейчас термопаста и ее не было. Была здесь вот эта термопрокладка. Видно, во-первых, она вся уже дубовенькая, естественно, во время не стало. Плюс видно было пятно контакта прекрасное. То есть у одного транзистора еще ничего, так по краешку. У другого просто один краешек, потому что они разные по высоте, а прижимается от ни одной железки, соответственно, у этого просто постоянно перекос возникает. Но я подложил туда термопасту, термоконтакт должен быть получше в этот раз. Плюс видно, что в итоге я здесь пропаял буквально все из-за того, что я его разбирал, перемерял и документировал. И, естественно, я смыл после этого не только свой флюс, но и тот, что был здесь с завода. Облепляющую плату снизу мерзость. И вот так вот плата гетинаксовая должна выглядеть, когда она отмыта от флюса. Продолжение следует... Продолжение следует... На финальных кадрах подключения можно было заметить, что внезапно здесь вот снизу, сзади всего этого устройства перестало хватать одной крышки. И мы снова видим ту самую пружинку, которая выпадала. И, наконец-то, видим контакты для батареи, которые вот здесь должны стоять. И, собственно, вот дверцы для ее установки. Вопрос, почему здесь этой дверцы нету, потому что я ее снял, чтобы попытаться подклеить сюда отвалившиеся уши. Во-первых, вот этот треснутый, который я заметил сначала здесь трещину, я его условно сейчас доломал, сделав вот здесь большую трещину. И после этого залил сюда клей для пластмассы. Дал ему растворить эту пластмассу, потом согнул его на место, пролил еще раз и подержал в таком состоянии, чтобы он условно принял нормальное состояние. И затем вот это ухо, которое при разболке полностью отвалилось, если бы здесь была сквозная трещина насквозь, держалось она только шурупчиком. То же самое, то есть помазал две части от пластика, подплавил эти сопряжающие поверхности, подождал, помазал еще раз, приложил, надавил, подержал и вроде бы оно даже кое-как на месте держится. Единственная проблема со всем вот этим узлом, это в том, что, по-моему, тот, кто его проектировал, был на каких-то веществах. Потому что есть вот этот вот зацеп широкий, есть вот эти вот лапы, которыми оно ложится на эти крепежные отверстия, и здесь потом на экран. Вот этот зацеп должен цепляться вот за эту штуку. Казалось бы, раз тут такое сдвоенное зацепление, то есть у нас эта деталь должна и поддеваться под вот эту, и надеваться на нее же, чтобы забраться вот на эти отверстия, то тут как бы логично предположить, что она должна как-то, видимо, сначала сдвигаться назад, а потом вытаскиваться, потому что как-то иначе ее одновременно и подденешь, и наденешь. Не очень понятно. Но если мы при этом посмотрим на заднюю часть, где вроде бы есть на это намекшение, то есть вроде бы можно что-то сдвинуть, а потом посмотрим еще раз тут на эту деталь, мы увидим, что сдвинуть у нас ни черта не получится, потому что здесь по всей длине стоят упоры. То есть если это сюда вложить, все, даже не заправляя вот ту часть переднюю, здесь ничто никуда не двигается, она упирается сразу же наглухо. Тот, кто вот эту проектировал, явно не понимал, как эту потом будет работать, потому что этот узел предполагает сдвижку назад, иначе он будет работать на излом, а этот узел предполагает подъем вверх, иначе он не работает. И совместить одновременно подъем вверх, причем, прошу заметить, на довольно большую высоту, здесь порядка полусантиметра, вот этой части, которая при этом начинает давить на эти уши, которые начинают выламывать, и которые при этом еще здесь при этом держатся вот здесь, то есть она работает и здесь на излом, и вот так вот выгибается. Кто-то был очень неумный, кто вот это проектировал. Конструкция всего вот этого очень странная. По мне, так вот эту штучку бы отсюда отломать, вот этот кусочек пластика, который здесь явно лишний, и тогда можно будет ее просто сверху заправить, потому что вот эта часть строго сверху заправляется, и здесь тогда оно сверху спокойно ляжет, и спокойно сюда прикрутится. И оно и здесь прикручивается, и здесь прикручивается. Вот этот вот зубец здесь, который вот за эту должен цепляться, зачем он здесь? Решительно непонятно, но он здесь явно лишний. Я его, наверное, даже отломаю, потому что если я сейчас вот эту склеенную деталь попытаюсь туда заправить, я их снова отломаю. Я не удивлен, почему здесь есть трещины, почему одно из них вообще отломано. Аналогичную операцию по подклеиванию пластик я решил попробовать провести вот здесь. Это передняя панель, верхний правый угол. Как раз отсюда были те самые кусочки пластика, болтыхавшиеся внутри при разборке. Аналогичным образом, тем же самым клеем. Подплавил, подождал, нанес еще раз, приложил. Здесь было два отвалившихся куска, я их попытался приклеить обратно. Не знаю, насколько оно будет жизнеспособно, учитывая нагруженность здесь соединения, плясущие под конус в потай, но, как говорится, я пытался. Как минимум, прихватить шурупчиком это можно, чтобы не болталось, а там посмотрим. Разъемы на правом боку корпуса я все подчистил, ибо на всех на них, естественно, были следы окислов. Естественно, на них до сих пор есть и следы использования потертости, но хотя бы они выглядят теперь менее страшно, не какие-то там побелевшие, посеревшие, в каких-то непонятных отложениях. Выглядят теперь более-менее. И, как и все в этом интересном корпусе, очень интересно сделано крепление вот этой вот декоративной накладки. Оно просто прикладывается сверху и притягивается ручечкой деления видеоуровня. И, по сути, все. На этом оно и держится. Но пока оно не собрано. Когда оно полностью собирается, оно вот здесь вот по периметру еще притягивается основной верхней алюминиевой крышкой. Но это все, на чем оно держится. По идее, для начального теста, для первого включения у нас все готово. Есть одно маленькое «но». Аппарат у нас портативный. Ему нужен аккумулятор. Аккумулятора у меня нет и не было никогда. Да, и родной у него, если будет, то давно сдох наверняка. И у него есть та самая подпись DC-IN 12 Вольт. Как мы выяснили, они вовсе не 12, а почти 19. Но, ладно, допустим, 12. К счастью, к этому девайсу в комплекте идет его родной блок питания, который выглядит вот так. Как видите, на нем написано «AC Power Supply», «AC X1», «Sansui». На нем есть только клубы включения, если это идет активности. Сзади его есть серийный номер, еще раз модель, что-то по-японски и так далее. И, увы, да, эта штучка питается от 100 Вольт, неважно, сколько Гц, но от 100 Вольт. Так что просто так вкнуть его в розетку не получится. Но, по идее, у него есть два кабеля. Одним он включается, собственно, в сеть 100 Вольт, а другой кабель его как раз-таки подсоединяется в тот самый разъем DC-IN 12 Вольт. И вот таким образом уже это можно проверить. Единственное, что мне для проверки потребуется еще мною называемый «Дич-форматор». Это такой вот торик, сделанный мной на заказ. Собственно, делать из 220-100, или сколько мне там нужно, потому что тут есть разные варианты. Можно и 120 сделать, и входные могут быть 220-230, еще и земляная. Здесь обмоточка есть экранирующая. В общем, кастом небольшой. В общем-то, сюда тогда втыкается 100 Вольтовочка. А сюда вот уже 230-220 из нашей сети. Если уж упарываться уникальным контентом на всю катушку, то покажу и что внутри блока питания этого PCM-процессора. Можно будет заодно его почистить. Он как и грязная кнопка. И, собственно, внутри все довольно банально. Это трансформаторный блок питания, силовой трансформатор, и печатная плата, на которой, в общем-то, мало что есть. То есть, вот она кнопка включения. Причем, судя по всему, она коммутирует именно входное питание. То есть, вот у нас провод входной, и видно, как приходит на переключатель. И также видно то, что Сан Суи в данном случае молодцы, и повторно использовали одну и ту же деталь. Вот та же самая длинная палка, которая нужна была в основном процессоре, тоже на кнопке включения, только там она проходила через много плат, поэтому была длинная. Здесь ее же использовали. То есть, это та же самая абсолютная деталь. Ну, так как она была такая длинная, ну, вот настолько додвинули переключатель. Здесь это абсолютно все равно, а деталь та же самая. В остальном, то есть, что здесь? Есть большой предохранитель. Здесь есть очень интересный диодный мост, собранный на отдельных, сдвоенных диодах. Один с общим анонодом, другой с общим катодом. Две сборочки, причем, что интересно, у них очень толстая спинка, сейчас таких не делают. Две банки фильтрующие, и еще есть какой-то, видимо, фильтрующий помехи дроссель промежуточный. В общем-то, больше ничего. То есть, там еще светодиод, причем на разъемчике стоит светодиод, и, в общем-то, и все. То есть, это просто обычный трансформаторный блок питания, трансформатор, диодный мост, конденсаторы, и пошло оно все на выход вон туда. Также видно, что и здесь тоже есть место под то, чтобы это была модель, поддерживающая напрямую 220-240 вольт. Но видно, что это ничего не распаяно, и что у трансформатора приходит вот этот красно-коричневый кабель только с двумя проводами, то есть, обмотка всего одна, не универсальный трансформатор, так что, чтобы эту штуку заставить работать в нашей сети просто так, либо нужно менять вот этот трансформатор, либо, соответственно, использовать внешнепонижающий до 100 вольт. Решил я посмотреть, отчего вот этот внешний блок вообще так греется, когда под нагрузкой, собственно, с PCM-процом, потому что он так и греется, и выяснилось, что вот эти две диодные сборочки оказывается разогреваются до 90 градусов, и это без корпуса, всего лишь через полчаса работы. Сан Суи, Японцы, почему за вами все приходится доделывать? Ну, в общем, я, короче, наколхозил. Вот так вот сделал эти сборки. С одной стороны маленький радиатор на самоклейке, и с другой стороны, маленький радиатор на самоклейке. Здесь я заизолировал термоусадкой и торчащий оголенный контакт, на случай, если деталька загнется и ляжет на оголенные провода вторички от трансформатора, и здесь изоленточкой, там он сининкой подмотал, чтобы если вдруг на него коротнет, чтобы тоже ничего не закоротило, хотя как бы вроде бы вот эта термопрокладка липучая, она не проводит ток, так что вроде как контакта напрямого здесь нету, но здесь средний контакт это плюс, а вот этот вот это минус, поэтому если здесь все-таки каким-то образом коротнет, будет плюс на минус и козе. На всякий случай я приклеил вон туда изоленточку, чтобы козе не случилось. Итак, к старту в принципе все готово, вроде бы я все подключил куда надо, крышку на DC-DC я специально пока не надевал, поскольку я хочу во-первых проконтролировать, что он А работает, а Б возможно все-таки подкрутить эти подстройки, если это потребуется. Снизу то, что я напаивал на той плате видеочасти в теории сейчас не особо должно работать, она конечно может задумиться, но да ладно. Выключатель, который там есть, сейчас стоит в положении NTSC, то есть так как этот аппарат был из коробки, то есть он сейчас в теории по функциональности не должен никак отличаться от того, как было в начале видео. Единственное, что для контроля напряжения я поставлю здесь мультиметр, ну и что ж, давайте для начала хотя бы включим блок питания. Так, индикация на блоке питания светится, посмотрим сколько с него приходит. С него приходит 19,05. Так как это у нас японская старенькая техника, то здесь типичный для тех времен, хотя стандартный круглоразъем, но у него снаружи плюс, внутри минус, поэтому мне нужно мерить на наружном контакте, минус и корпус этого девайса это внутренний контакт. Мы видим плюс 19 вольт. Это приходит внутрь коробочки. Теперь я наверно заранее встану на плюс 5, которая цифровое питание всего и вся, попробую посмотреть, пыхнет здесь что-нибудь или не пыхнет. Так. Ага. Ну, в принципе, даже что-то работает. Мы видим, что у нас в принципе нормальный 5 вольт. Посмотрим, что по плюс 15, 14,9, минус 15, минус 15. Красиво. Я доволен. В принципе, наверное, даже крутить ничего не надо, и оно даже работает. Что по индикации? Здесь минимум, тут вот некоторый максимум, но это потому, что включен у нас переключатель. Второй. Это, собственно, метр, то есть индикатор, трекинг и батарея или уровень. Соответственно, сейчас показывается трекинг и батарея. Сигнал у него, видео, не подается, трекинг в нуле. И здесь видно внизу подпись батареи. Это, собственно, уровень батареи, то есть 19 вольт, который мы видели. Если переключить этот переключатель вправо, мы видим, что у нас нулевые уровни, поскольку аудиосигнал у него не заводится и видеосигнал он не декодирует. Соответственно, это нормально. Мьютинг у нас очень тускло светится, вот то, про что я говорю. Очень тускло здесь индикаторы. Не считая вот этих вот основных, вот то, что там внизу, вам, наверное, почти не видно, что вот там горит мьютинг. Потому что нет никакого валидного сигнала, он заглушает сейчас выход. И режим Record. Если переключить выключатель, режим Play. Переключатель даже работает. Очень нравится этот выключатель. Очень необычный, очень забавный. Но у нас мьютинг есть, и, в общем-то, мы особо сейчас ничего больше тут проверить не можем. Нам надо подать в него какой-то сигнал. Но он хотя бы уже делает вид, что работает. Пришло время проверить эту коробочку на воспроизведение. Для этого я буду спарить с видеомагнитофоном. Их есть у меня. Например, вот такой вот, собственно, можно сказать, родственный по духу. Тоже портативный, тоже аккумуляторный. The National AG 2400CR. В общем-то, он полностью аналогичен также Panasonic NV180. Они абсолютно одинаковы внутри, отличаются только цветом. Единственное, что я пока на несобранный девайс еще не хочу класть магнитофон. Поэтому сделаем то, что, в принципе, эти аппараты подразумевает изначально возможность установки назад. Вот так. Когда я сказал их, я не шутил. Их у меня как минимум два. Слева тот самый AG2400. И это аппарат системы NTSC. Это та система, которая у этого PCM-процессора с ANSU-PCX1 нативная. То есть, в ней он работал до переделки. Соответственно, мне нужно сейчас проверить, что он с этим видоком по-прежнему работает нормально. Это же практически аналогичный видеомагнитофон, только это Panasonic NV180. И у него система PAL-SECAM. И вот как раз с этим видеомагнитофоном этот PCM-процессор раньше не работал. И эта вся переделка с напайкой всех этих деталей была именно для того, чтобы этот проц смог работать вот с этим PAL-видеомагнитофоном. То есть, по идее, он теперь должен работать как с этим, так и с этим, но через переключатель. Для соединения PCM-процессора и видеомагнитофона потребуется обычный кабель два тюльпана, два тюльпана. Соединяются они друг в друга в видео-аут, в видео-ин и наоборот. Здесь вот этот разъем в видео-аут, этот в видео-ин. Здесь, естественно, иероглифы, но вот вам тоже самое написано на английском языке. Запись это у нас обычно красная, здесь это видео-ин, соответственно, красный разъем я ставлю сюда, белый, видео-аут, воспроизведение сюда. И со другой стороны все ровно наоборот, то есть, то, что здесь было выходом, здесь будет входом. Белый воспроизведение мы суем в видео-ин и красный, который здесь аут, видео-аут, на запись отправляется в видео-ин в магнитофон. Вот, собственно, и все, чем соединяется видеомагнитофон и PCM-процессор. Теперь пробую все это включить, блок питания там, вон, уже светится, он включен, осталось включить PCM-процессор. Он включился. Так, индикацию я сейчас только переведу, пожалуй, все-таки в обычные уровни и надо включить видео-магнитофон. Магнитофон включился. Так как количество упорина, которое здесь разлито, превышает всевозможные пределы, то я буду использовать предзаписанную ранее кассету с PCM-ом стандарта VHS-C компакт, помещенную вот в такой вот адаптер в полноразмерном VHS и уже это все в видеомагнитофон загружено. Так, наверное, все-таки посмотрю сначала на трекинг, кассета может быть слегка пожеванная, магнитофон еще не до конца настроен, жду, когда приедут тест-кассеты. Пошло воспроизведение, трекинг максимум. Есть. То есть, у нас все в порядке, есть трекинг, можно пока выключить индикацию трекинга, единственное, что осталось сделать, это на воспроизводящем видеомагнитофоне, то есть у нас VEDAC сейчас воспроизводит некую картинку, в которой зашифровано цифровое 14-битное аудио. Мы видим, что пошли уровни, то есть у нас PCM-процессор эту картинку обрабатывает и на выход выдает аналоговое аудио, осталось это аудио услышать. Собственно, у меня здесь есть разъем, воткнуло разъем для наушников. Уровни. Музыка. Очень необычная работа индикатора у этого Сан Суэя, я говорил про две раздельных шкалы, зеленым и красным, с разными режимами работы. Трекинг в порядке. Музыка. Музыка. Оно воспроизводит. Это не может не радовать. Можно проверить работу системы глушения выхода при большом количестве ошибок. Сейчас я немножко помотаю, звук должен исчезнуть. Звук исчез, загорелся индикатор мьютинг. Включаю обратно воспроизведение. Мьютинг ушел, звук пошел. В общем, с PCIAM на воспроизведение работает. Осталось проверить обратную ситуацию, то есть подать сюда аналоговый звук и записать на видеомагнитофон, а потом перепроверить еще раз. Звук буду подавать на вот эти вот разъемы. Здесь подписано Line In, левый, правый, соответственно. Они мне сейчас и нужны. Подсоединю аудио вход и от этого соответственный разъем. В данном случае выход для наушников мне индийского в-плеера. И возьму, скажем так, кассетку подсвежее, стандарта High Grade, потому что не High Grade использовать с PCI-м нежелательно. Здесь, кстати, тоже High Grade, какая-нибудь HS, VS и прочее будут работать плохо. Суем эту кассетку, щелкаю этим забавным тумблером. Рекорд. Уровень у меня пока записи в нуле. Никакого автоматического регулирования здесь нет и не надо. Это замечательно. Запись Play. Пошла запись на видеокассету. Пока что там выходит условный сигнал тишины. Осталось мне только включить миндисковый проигрыватель. С произведения пошло. Осталось накрутить уровни. Очень важно следить за индикаторами Over. Как только они начинают моргать, срочно надо уровень ставить ниже. Вот сейчас они начали помаргивать. Чуть-чуть скручиваю. Так будет достаточно. Уровень надо ставить перед записью, то есть во время записи крутить уровень нежелательно. Поэтому делаем следующим образом. Делаем Stop. Делаем сигнал Rec Mute, чтобы обозначить некоторую паузу на записи. Даем пару секунд прописать. Пошла уже реальная запись. Магнитофон перемотан к месту начала записи. Пробуем обратно воспроизведение. Так, уровень трекинга. Есть уровень трекинга. И пошло воспроизведение. Это мы выяснили. PCM процессора я хотя бы не сломал. Он как работал с NTSC видеомагнитофоном в обе стороны, так и работает в обе стороны. Вопрос, а что будет, если сейчас подкинуть PAL-видеомагнитофон? Для начала давайте проверим очевидное, что PAL-видеомагнитофон вряд ли будет читать эту же самую кассету записанную на NTSC магнитофоне. трекинг у нас стоит в нуле, что логично. Магнитофон, конечно, крутят кассету, но никакое изображение с нее считать вообще не может, то есть PCM процессор даже не пытается ни за что зацепиться. Видеомагнитофон просто не отдает наружу никакой картинки. Черный экран. И просто потому, что он пал. Он не предназначен для чтения NTSC сигналов, он не универсальный. Что ж, попробуем сделать еще более глупую вещь записать NTSC сигнал на пал. Видеомагнитофон. То есть, будто бы у нас PCM процессор без переделки, как он был, а, собственно, пал. Магнитофон, он и есть пал. Магнитофон. PCM процессор стоит в режим записи. Дисковый плеер у нас там что-то начинает играть, но нам по большей части это не особо важно. Да, он начал играть, все классно. Я хочу, чтобы вы просто послушали звуки, исходящие из видеомагнитофона. Ему очень не нравится NTSC сигнал. Слышно, как мотор БВГ просто постоянно делает вжив-жив-жив-жив-жив пытается подстроиться под незнакомый сигнал. Естественно, ничего не получается. Давайте чисто радиоулзов посмотрим насколько там чего записалось, сколько это вообще можно считать какой-то записью, что с этим сделает PCM-процессор. Так, уровень трекинга посмотрим. Ничто. Что логично. Видимо где-то фон не мог нормально записать несовместимый с ним стандарт, соответственно ничего оттуда опять не читается. То есть шок-контент оказывается NTSC-шный PCM-процессор не работает с половидеомагнитофоном. Кто бы мог подумать. Итак, аппарат у нас по-прежнему в режиме NTSC, как он был. Видак там продолжает жужжать, сходить с ума. И да, я чуть не забыл сказать, у нас видео-аут заработал. Та самая первая проблема со сгоревшим видео-аутом всё, её больше нет, она решена. То есть замена конденсатора действительно помогла, потому что я же делал запись подключая видак видео-аут, который раньше был мёртв. А теперь оно пишет. Значит, отлично. Выход починен и во второй выход, который копи-аут, я сейчас подключил видео-захват. Картинку с него вы сейчас можете наблюдать. И захват мне говорит, что картинка у нас идёт в формате NTSC-м 60 Гц, что логично. У нас PCM-процессор стандарта NTSC. Вот здесь должен быть переключатель режима. Естественно, его здесь не было, как и у всех вот этих деталей до переделки. Но такого же переключателя я не нашёл. Здесь какой-то очень маленький шаг ножек меньше 2 мм. В общем, я сюда пока просто припаял три вывода транзистора и посадил на них перемычку. Попробуем переткнуть это всё в положение PAL. Так. Видак перестал делать быстрый жу-жу-жу-жу-жу. Стал делать полумедленный жу-жу-жу. И я думаю, видно, что по захвату всего плохо. Но захват говорит, что у нас сигнал PAL-B, G и так далее. 50 Гц. И оттого уже интересно. Так, у нас здесь есть катушка. Надо попробовать её покрутить, потому что что ещё покрутить я не знаю. И да, крутить я буду металлической отверткой, что, дескать, нельзя делать, потому что она вносит свои искажения в параметры катушки. Пофигу, я не нашёл пластиковый подходящего размера, будем крутить металлической. Так. Выкручиваю сердечник. Вроде становится лучше. Ага, картинка. Продолжаю выкручивать. Видаку стало норм. Перестал жужжать. Фу, картинка встала как положено. Кручу дальше. И картинка поехала в обратную сторону. У нас есть какое-то место, где у нас вот так рвет картинку. И от него, соответственно, дальше она начинает сползать влево. Я полагаю, где-то между этими позициями будет наша золотая середина. Так, без отвертки. Ничего с ума не сходит. Надо уплывать в ту сторону. Чуть-чуть на краешек. Вот так будет нормально. Так, интересно. Пока что мы пишем тишину. Видак перестал делать бешеные звуки. Ему норм. Захват говорит, что это PAL 50 Гц. Ему тоже норм. Мы в режиме записи. У нас есть настроенные уровни. Пошла запись низкого проигрывателя. Впервые PCM процессор PCX1, который всю жизнь был NTS-шным, пишет PAL-сигнал на PAL-видеомагнитофон. Я надеюсь, что это валидный PAL-сигнал и не какой-то мусор, который потом нельзя будет прочитать. Потому что что вот здесь происходит, одно большое неизвестное. То есть, я это все, конечно, запаял по схеме и вроде даже детали проверял перед впайкой, но кто его знает. И вообще здесь КТ-315-е стоят. Короче, мы пишем. Ну что ж, торжественный момент. Заработает оно или нет. Кассета отмотана к началу записи, режим play. У нас есть трекинг. И на 200-ом счетчике должна пойти запись. Если она пойдет, конечно. Есть! Звук! Так, секундочку. Уровни! Оно работает! Есть! Зашибись! Трекинг стоит как вкопанный. Уровни есть. И да, это видак. Сигнал идет с видака. Я не шучу. Оно работает в поле! Вот эта вся хрень работает! А-а-а! Так, единственное, что не пойму, почему у нас на захвате ничего. Так, секундочку. Вообще у нас здесь есть переключатель копии, он стоит в положении офф. что-то ничего не меняется. Вот, по идее, в таком режиме у нас PCM-процессор должен давать дублировать запись, то есть переписывать с видака на видак через цифру. то есть, чтобы не переписывать со всеми возможными выпадениями, помехами и прочей ерундой, PCM-процессор должен вычитывать весь сигнал, декодировать его в аудиопоток и закодировать его заново обратно в чистом виде и выдавать как раз-таки на разъем копи-аут, к которому подключен захват. то есть мы сейчас record и copy-on то есть мы должны переписывать подавая сигнал с одного видака и с copy-аут и снимать на другой видак. Однако на видеозахвате у нас заглушка как будто брэк-мьют включен. То есть вот, я выключаю. Выключатель работает. То есть если я выключаю копию у нас включается режим записи и у нас аудио цифруется в сторону основного видака. И это видно по захвату что у нас цифруется шум около нуля. и соответственно copy-on он должен дублировать с видака на видак. Но почему-то оно у нас не дублирует. Но PAL работает! Ура! Ура! Интересно это вообще первая в мире переделка PCX первого в PAL. Вообще в теории как бы эти аппараты были экспортные вот как раз в Европе скажем так где был PAL и наверное там можно найти вот такие аппараты уже в PAL виде то есть завода. Это-то понятно. то есть PAL аппарата наверняка существует а вот переделанный в PAL из нативно только NTSC вот это я что-то сомневаюсь потому что детали здесь надо было найти довольно редких немало. Неужели это первый в мире переделанный в PAL NTSC и процессор? Ну уж я точно знаю что наверняка это самый первый PCM процессор в котором стоят КТ-315 да так ну в общем что проблема номер 1 решена видео выход у нас явно заработал после замены пробитого конденсатора и о чудо аппарат заработал в PAL читает пишет нормально по-прежнему сейчас воспроизводит с лентой могу поставить на паузу у нас пошли гличи потому что я выключил мьютинг включу мьютинг зажигается мьютинг и все хорошо то есть мы действительно воспроизводим с видока с PAL видока на интенсишном изначальном процессоре но почему у нас не работает копи-аут то есть сам по себе выход копи-аут у нас стопроцентно работает то есть аппарат на вот эта часть которая привязана к процессору записи вот это вот на этот разъем она работает потому что если выключу копи-аут на этот же самый разъем приходит стандартная картинка вы видите это на захвате то есть цепочка от процессора записи до разъема копи-аут и разъема видео-аут соответственно рабочие также рабочие и переключатель копи-аут то что вот пожалуйста на него реакция логика его видит и оба процессора у нас рабочие потому что мы воспроизводим с лентой вот этим процессором и пишем на ленту вот этим процессором они оба два в обе стороны все работает то есть что-то где-то еще умерло по пути какая-то где-то коммутация не срабатывает потому что сейчас вот в копии он он должен с видока принимать видеосигнал обрабатывать его аналоговой видеочастью вот этой сборкой трикот PCM в процессор воспроизведения из которого уже выходит аудио битстрим он отправляется на ЦАП и собственно далее на выход который мы сейчас слышим но кроме этого копия по идее должна отправляться на процессор записи сразу же из процессора записи оно должно выходить на копи-аут но не выходит в этом процессор записи у нас рабочий где-то между этими процессами у нас потерялась коммутация то есть у нас появилась третья проблема не работает копи-аут именно режим не выход а режим что ж придется видимо тащить осциллограф итак давайте углубимся в схему для начала хочу глянуть вот на эту часть видно здесь два кварцевых генератора именно что на них подается 5 вольт и земля и выходит уже готовый сигнал вот этот 21.1468 это то что было здесь с завода и подается оно на шестую ножку микросхемы 31 а вот это вот все что обведено вот этим вот пунктиром вот это все этого всего не было и видно подпись Export Model Only это все вот я в процессе этого видео запаял особенная боль собственно вот он Вари Кап вот это вот самый контур возможно вот этот диод и немножечко странных номиналов а также транзисторы которые заменены КТ-315 и собственно кварцевый генератор который мне пришлось сделать на заказ 21.168 и я собственно по сулографу хочу посмотреть на шестой ножке 31 микросхемы там должен быть штатный сигнал с родного генератора и он есть и осциллограф в принципе говорит что все нормально а теперь на третьей ножке то есть так куда должен приходить с нового генератора и да тут даже сигнал размахом поболее будет и частота как полагается 21.168 то есть таки провалявшись я не знаю больше года уже без всяких гарантий я все-таки узнаю что кварцевые генераторы действительно запрограммировали на ту частоту которую я просил и выход у него работает отлично собственно эти частоты у нас в логику дальше все идут теперь что сейчас меня интересует поднимемся схему повыше вот у нас видео вход здесь нам усложливо жирным подсветили путь сигнала основной видео вход то есть это с видеомагнитофона приходит сигнал проходит через эту трикот микросборку и уходит в синхопроцессор который собственно выделяет синхру и данные вот у нас идут данные они приходят в процессор воспроизведения Toshiba TM4505 и из него уже идет аудио битстрим с ножки 12 давайте включим видак пусть он нам там повоспроизводит чтобы был какой-то сигнал на который можно посмотреть и я сейчас стыкаю в ножку 12 и вижу там определенно какие-то прямоугольные импульсы есть эти импульсы идут по двум путям один пошел куда-то сюда и один пошел вот куда-то туда это у нас метка D а метка D у нас вот она и это у нас тут в общем буферы преобразователи из последовательного параллельно и ЦАП ЦАП и так далее это пошло уже через компараторы на выход то есть это у нас работает мы сейчас слышим звук это вот через вот это все оно идет эта ветка меня не интересует а вот это интересует потому что судя по всему она идет она идет она идет она идет в процессор записи UPD 785 и да вот оно и расходится на видео аут и на копи аут то есть где-то вот на вот этом вот жирном пути по всей видимости что-то отвалилось ну что пошли по очереди ножка 12 мы посмотрели микросхемы 5 он ее приходит на ножку 10 и должно при соответствующем разрешающем сигнале уходить с ножки 8 и так микросхема 5 где ты вот ты где так приходить на десятую уходить с восьмой смотрим на десятую данные приходят с восьмой ножки данные уходят отлично этот блок жив далее у нас идет вот этот кусок IC9 одна из ее частей приходит на девятую ножку уходит с восьмой ножки так IC9 где ты так вот она на ножку 9 должно приходить и оно приходит и на ножку и 8 должно уходить и оно уходит так идем дальше дальше здесь очень дебильно порвали схему мало того что забыли склеить нормально так еще и вот это и вот это это одно и то же то есть часть раздублирована просто в общем ладно едем дальше идем сюда IC13 соответственно приходит на четвертую уходит с шестой при наличии разрешающего сигнала на пятой смотрим IC13 где эта штука IC13 куда ты заказал а вот это где IC13 должно приходить на четвертую уходить с шестой так смотрим четвертая нога есть данные шестая нога опа шестая нога пусто еще раз четвертая есть шестая нифига конечно ничего не путаем четвертая шестая да так у нас здесь два входа соответственно вход пятый это у нас я так понимаю и то есть оно должно пропускать через себя нолики единички только если сюда приходит единица посмотрим что сдохло оно или то что им управляет ножка 5 должна быть единица в таком случае так посмотрим и тут ноль то есть в этом случае IC13 ни при чем пока что потому что у нее не приходит разрешение пропускать сигнал дальше на пятой ножке ноль естественно на выходе тоже будет ноль ибо и не складывается проблему не здесь но где-то вот в этой цепи так куда у нас идет это пятая так это тоже пошло на вход это тоже на вход и это тоже на вход ага вот источник IC21 на второй ножке соответственно мы должны увидеть этот самый ноль и по идее это у нас инвертор если я все правильно понимаю и соответственно мы должны здесь видеть единицу если он у нас жив так IC21 IC21 так ножка 2 смотрим что на ножке 2 да на ножке 2 ноль на ножке 1 тогда должен быть 1 а на ножке 1 ноль и на ножке 2 ноль ага так 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 эта часть у нас явно не делает что положено это инвертор хотя он очень странно почему-то нарисованный ну в общем как бы ладно не важно где подрисовать инверсию на входе или на выходе факт что это инвертор вот кстати тот же самый IC21 другой его кусочек и здесь инверсию все-таки правильно на выходе нарисовали а вот кстати еще один ее кусочек и вот еще один ее кусочек интересно они все умерли или только этот кусок в общем сейчас у нас два варианта этот элемент явно не работает потому что если у него на входе один то на выходе должно быть ноль если на входе ноль должно быть один а у нас ноль и ноль такое быть не может соответственно либо у нас этот элемент сдох либо вот эта линия кем-то притянута к нулю то есть нагрузка может быть вышедшая из строя а управление это у нас идет так кстати вот у нас резистор идет какой-то да это 5 вольт то есть это подтяжка плюс 5 а д то у нас куда идет а это идет на копии св вот оно переключатель на морде копии музыка в принципе заканчивается но это у меня уже достаточно если я сейчас встану на первую ножку этой микросхемы и подергаю копии ага сигнал управляющий приходит напрямую с переключателя то есть когда у нас копии офф приходит единица копии он приходит нолик а на выходе на второй ножке всегда нолик ясно понятно могу только предложить выключить питание PCM-процессора и я вам наверное не буду показывать сейчас процесс замера и чтобы не переставлять камеру просто за кадром быстренько проверю сопротивление с выхода со второй ножки на корпус это 6.5 мегавом то есть не похоже чтобы кто-то сажал выход этой микросхемы на ноль соответственно ноль на ее выходе это неисправность этой конкретной микросхемы это у нас TC40H004P судя по схеме это у нас по идее должно быть 6 инверторов собственно вот на нее даташит да это 6 инверторов абсолютно стандартная распиновка это общий это питание питание до 10 вольт но у нас в схеме здесь 5 всего лишь так что нормально технология C2MOS теперь вопрос есть ли у меня есть замена потому что 40 серии у меня по-моему немножко секундочку сейчас гляну увы но у меня не нашлось таковой микросхемы нигде ни в распаянных уже деталях ни в платах которые можно распаять так что я в некотором замешательстве конечно можно это заказать но сейчас у нас доставками откуда-либо все очень трудно единственный у меня есть вариант у меня есть 74HC04 это тоже как бы на 0.4 кстати заканчивается это тоже 6 инверторов оно имеет абсолютно ту же самую распиновку то есть вход-выход вход-выход и так далее питание там же питание у нее до 6 вольт у той было до 10 вольт но нам это все равно поскольку у нас 5 в это оно вписывается и вроде как в остальном оно плюс-минус то же самое то есть оно у нас оба выхода имеет пуш-пул конфигурацию и здесь то же самое здесь никакой не открытый коллектор ничего такого это конечно 74 серия но это 74 серия которая тоже кстати КМОП и вот кстати говоря та же самая технология что и здесь можно попытаться учитывая что у меня других вариантов сейчас нету я думаю я сейчас сниму обратную видеоплату выпаю эту подозреваемую микросхему проверю ее в тестере чтобы уж наверняка знать и попробую наверное все-таки заменить 74-й HC вот это подозреваемая 21-я микросхема TC40H004 так убрал припой со всех ножек 21-й микросхемы демонтаж это все-таки вес осталось собственно демонтировать возможно она живая поэтому прям уж уничтожать сразу не буду но в общем-то вот она возможная причина неработоспособности купи-аута так на свет извлечен мини-про вот это самая 004 микросхема и да мини-про оказывается шок для тех кто не знал может тестировать микросхемы логики и микросхемы статической памяти к сожалению в самой софтине нигде нету именно 40 004 ни в каком виде и вообще 0,4 здесь только 74 но учитывая дата-шит они плюс-минус одинаковые тестировать она будет скорее всего на 5 вольтах которые для той безопасны итак посмотрим итак посмотрим вот оно logic unit 1 тест error если я сейчас просто открою здесь в панельку у нас все error подвигаю еще раз зажму да unit 1 то есть первый элемент как раз ножка 1-2 которые у нас и звонили как нерабочее в схеме оно действительно нерабочее шок кто бы мог подумать но микросхемы иногда умирают это то чтобы у нас 83-го аж года у меня тут конечно есть некоторое количество распая 74-й именно серии есть причем вот даже 74-й L-S 0-4 аж 79-го года причем это по-моему кстати не распай она навье вообще непаренное но это L-S это не КМОП логика она может кушать больше по входу не уверен что это сюда подойдет хотя 79-й год прям так и хочется в старенький PCM поставить но хотя бы у меня здесь есть вот еще одна 74-й H-C 0-4 и вот это как раз то самое чему соответствует DotaShed это КМОП версия и это 6 инверторов на всякий случай надо проверить что это у нас с распая живая и да у нее все 6 инверторов в порядке и так не аутентичная 74-й H-C на месте 121-й микросхемы запаяна и вся возможная аутентичность уже утрачена микросхема у нас 97-го года выпуска а вокруг в основном 83-й хотя что говорить про аутентичность когда здесь такое и да я уже впаял на место экранчик и я убедился что вот эта вот штука таки работает таки перестраивается и ничего там не греется и не горит так что я вернул на место экранчик вот родной катушки запаял на место этот экран родной и вот этот самопал тоже припаял на место для катушки мне экрана не нашлось ну допустим в этом внешнем экране она как-нибудь жить будет в этом случае без экрана тоже вполне себе живет и да плюсы вот этой вот жести из-под сгущенного молока она уже луженая так что она появится просто на раз-два что ж посмотрим способна ли это 74 серия здесь работать пробуем так ну пока что у нас саму в себе трекинг и так далее всяком случае она не кипит и пока больше ничего не дымится это хорошо возвращаемся к осциллографу так для начала пробегусь по всем ногам и так первая ножка единица уже хорошо вторая ноль так сейчас надо подергать копи аут так это вторая ножка а первая ей таки заработала ура так на всякий случай глянем чудес все остальное третья ножка 88 килогерц пролетает четвертая аналогично пятая тоже 88 пролетает улетает 88 все хорошо тут у нас какая-то единица на ответке соответственно нолик интересно за что он отвечает а это у нас соответственно воспроизведение это у нас ножка 13 это запись ножка 13 это ножка 12 запись инверсный сигнал и воспроизведение все хорошо это работает так тут нолик и единичка это у нас 11 10 на 9 что-то такое пожеванное 44 килогерца на 8 чистенькие 44 примерно килогерца отлично отлично инвертор работает не кипит уровни выглядит вполне в порядке ну что попробуем воспроизведение по идее схеме был заменен оси 21 все ее вхождения все вот эти вот а самое главное вот эту которая не давала сигналу с выключателя копи-свитч разрешать дальше работу я думаю можно просто сделать вот так включить здесь аналоговый сигнал с копи-ауто так процессор начал воспроизведение посмотрим где мы тогда остановились на какой там ножки-то на шестой ножки айси 13 мы должны были увидеть выход который должен топ-топ появиться так сейчас вам ничего нет потому что копи-стай офф включаем копи-он ей и теперь появился на выходе айси 13 на шестой ножке выход и я даже не буду дальше по схеме проверять потому что видно что копи-аут заработал сигнал на копи-ауте появился мы сейчас в режиме play и оно нам по сути дает перецифрованную заново картинку то что воспроизводит сейчас видока на собственно захвате вот это вот перецифрованное то есть сейчас делаю с видоком поставлю на паузу там появился мусор и аппарат ушел в мьют это уже перецифрованная картинка и это хорошо копи-аут заработал подвергаем выключатель копи-офф копи-он копи-офф копи-он рекорд копи-он рекорд копи-офф мы переключаемся в резиновую запись на видок а не с видока и обратно воспроизведение с основного видока и копирование на копи-аут отлично но проблема 3 больше не проблема исправлена заменена микросхемка и это теперь тоже работает в принципе все что я хотел сделать я сделал то есть видео выход копи-аут был отремонтирован заменой вот здесь пробитого конденсатора далее был впаян недопереключатель и вот это все вот здесь вот этот весь вот набор логики здесь в основном счетчики 669 и детригер еще пиелелька вот это кастом кварц который пришлось заказывать под нужную частоту и собрать вот эту всю коробочку набив ее кт-315 имея самонамотанной катушкой параметры которые я не знал и мне пришлось их выяснять разбирая катушку вот из этой коробочки где она судя по схеме такая же а потом еще выяснилось что не работает копирование сигнала перед цифровкой его вот здесь вот в IC21 один из шести инверторов умер и пришлось заменить вот эту микросхемку на не совсем аутентичную но она работает еще что я выяснил это то что это все очень хорошо так греется от особенно вот здесь внизу а это низ аппарата вот здесь основная его цифровая часть то есть вот этот синхропроцессор процессор воспроизведения и процессор записи на синхропроцессоре завода прикрученный к плате такой маленький радиатор есть он греется типа 55-60 градусов ну типа норм а когда я посмотрел вот на это тепловизором выяснилось что всегда греется процессор записи он греется аж до 75 градусов и когда работает воспроизведение или у нас копирование происходит у нас работает и процессор воспроизведения и он греется тоже типа 65-70 это даже больше чем вот этот чип с радиатором поэтому я все же решил вот сюда небольшие радиаторчики пролепить и это порядка 10-20 градусов с каждого чипа сбросил тут теперь не так жарко самое горячее здесь теперь кроме вот этих трех чипов это вот этот вот генератор кварцевый который заказной но как бы это нормально у него там внутри своя пилелька эта штука не может не греться он типа градусов до 50 прогревается ему нормально далее что касается дисплей как я и говорил он очень тусклый то есть вот ну как бы вот эти основные сегменты еще вот при свете видно а вот вот эти вот зеленые еще туда сюда красные практически незаметно вот эти вообще практически не видно но как я показывал с этим в данном случае особо ничего не сделаешь здесь свой собственный светодиодный индикатор у которого кристаллы прямо на плате сделаны и собственно отражатель то есть здесь нельзя выпаять а поменять светодиоды единственное что можно здесь наколхозить это попытаться сделать плату индикатора всю целиком заново, то есть разобрать этот индикатор весь, отодрать отсюда этот белый отражатель пластиковый и развести новую плату с нуля, где сделать все нужные положения для переключателей, которые стоят на этой же плате, и развести ее, например, под современные СНД-света диоды, и их уже накрыть штатным рассеивателем и вклеить это все обратно. Может быть, только так это получится как-то сделать поярче, чем оно есть сейчас. Но как бы оно и так вполне себе работает, вот этот выключатель мне прям нравится. Прям хорошо. Копи-аут у нас теперь работает. Ну и что касается нагрева с этой стороны, тут я тоже сделал немножко доработок. Здесь греется ЦАП, но это нормально, до 50 градусов он прогревается, он керамический, ему норм. Вот этот Sample & Hold микросхемка, горячая вполне себе тоже где-то до 50. И вот два преобразователя из последовательной шины в параллельную. Раз и два, соответственно, по 8 бит для 16-битного ЦАПа. Они тоже где-то до 50 градусов, это нормально. Вот эти фильтры в жестяных коробочках, горяченькие, тоже где-то до 60 градусов прогреваются. Раллюшки, когда включены, естественно, у них катушки разогреваются, типа, до 40 до 50. Это все в пределах нормы. Вот эта коробочка, вот этого импульсного преобразователя, вернее, ДТЦ преобразователя, она тоже, как оказалось, очень так не кисло греется. Внутри аж до 70 до 80 градусов. И оно все внутри закрыто в этой жестяной коробочке. И эта жестяная коробочка с завода здесь была на, по сути, двухстороннюю пленочку здесь сбоку приклеена, и все. И она, вот, у меня несколько часов вот так вот уже работает, работает, и она очень сильно нагревается. Поэтому что сделал я? Я сделал современный колхозинг. Я вырезал вот сюда китайскую термопрокладку, и вон с той стороны тоже видно синее, то есть между этой коробочкой и вот этой стенкой. Вон там ее тоже видно. Здесь термопрокладка, здесь термопрокладка. Ну и чтобы зафиксировать примерно, как оно было с завода, здесь на двухстороннюю, я здесь двухстороннюю липкую термопрокладку прилепил. В общем, теплотвод теперь идет на железо корпуса. Это понятное дело, что это железо, а не метеалюминий, хотя меднение тут есть. Ну и как бы коробочка тоже железо, не алюминиевая, хотя радиатор у нее расположен вот именно здесь. В этом месте стоят два транзистора, притянутый винтом куску алюминий, они вот на вот эту часть корпуса отводят тепло. Поэтому вот с этой термопрокладкой оно теперь хотя бы нагрева всей коробочки до красна условно греет вот здесь вот боковинку. То есть оно теперь само себе греется слабее, боковинка, естественно, греется больше. И вот эта теперь штучка тоже больше греется. В общем, улучшил теплоту от коробочки, потому что электролитов там немало. Коробочке уже лета так скоро 40 будет, и она как-то все еще работает. В общем, я думаю, видно, что он работает. Отпал видика по-прежнему. То есть могу включить музычку, оно там играет. И многочасовые тесты показывают, что оно функционирует и ему хорошо. Ну и также, естественно, я его весь почистил, то есть убрал отовсюду следы пыли, грязи, почистил наконец ручки, под всеми кнопочками все почистил. Подмазал механизм вот этой кнопки, чтобы оно не заедало, не подклинивало. Это все почищено. Здесь все почищено. В общем, аппарат теперь приобрел товарный внешний вид. Ну и, естественно, после того, как я это все собрал, я на новые стяжки стянул всю проводку. То есть, чтобы это все не болтыхалось, как попало, все стянуто на новенькие стяжки. В принципе, теперь можно его собирать и ставить в стоечку для вот такого портативного переносного хай-фая в цифре 83-го года. Все это можно теперь включить. Можно даже сюда какую-нибудь симпатичную видеокассеточку запихнуть. И все, иди, включить. И оно даже будет работать. Что не может не радовать. В общем, теперь PCM-процессор уже наконец-то собран. В кои-то веки. Но, увы, скажем, не все с ним настолько хорошо, насколько хотелось бы. Вот вам скриншот его замеров в RMA. И, ну, в целом выглядит все очень неплохо для 14-битного устройства, которое родом из 83-го года. Если бы не одно «но». Взаимопроникновение каналов на уровне минус 55, может быть, децибел. И, увы, это не какая-то ошибка замеров. Оно вот так работает. Причем это я проверял с другим PCM-процессором. Это проблема у этого PCM-процессора именно по входу. То есть, когда он именно цифрует сигнал с аналога, вот тогда у него взаимопроникновение и бьет по бороде все целиком и полностью. Что-то там Сан Суй еще накосячил, но уж извините, в этот раз я с этим разбираться не буду. Он работает, он играет. Музычка играет, индикация индицирует, копи-аут работает. И, прошу заметить, это все спал видоком. Не с NTS-шным, а спал. То, ради чего это все и задумывалось. За сим, пожалуй, у меня все. Благодарю за внимание. Надеюсь, что-то в этом видео для вас было интересным. Оценивайте, комментируйте. Увидимся позднее. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин